Музыка Хочу предоставить слово Барна Диме Кальсан Сергеевичу для приветствия от компании БАЗ Здравствуйте, уважаемые коллеги Я могу смело вас назвать коллеги потому что не один год мы же вместе мы вместе движемся вперед что-то узнаем новое Мне очень приятно видеть сегодня ваши улыбающиеся лица вы все улыбаетесь значит год прошел наверное не совсем плохо ну если плохо то не всех надеждах на том что будет лучше в следующих годах поэтому я вас хочу пожелать всего хорошего в том году который наступает только еще рановато но в большем случае потом не будет дальше поэтому пусть этот старый год уходит новый наступает и всего вам самого лучшего в новом следующем году значит ну мы уже как бы со многими из вас знакомы ну не один уже может быть десяток лет даже и очень приятно что сейчас вот я смотрю очень много молодежи среди нас молодые лица улыбающиеся, задорные это наше будущее нашей страны поэтому очень приятно что это дело которое мы здесь проводим оно как бы чувствуется что это нужно для вас и мы начинали как бы самостоятельно отдельно там Сибинист был отдельно БАЗ был отдельно другие компании и на наши семинары мы собирали если помните кто-то там раньше ну 20 человек 30 человек нужно было как-то упрашивать какие-то там предложения делать чтобы вы приезжали к нам потом у нас появилась хорошая идея мы поняли что технология которая включает в себе не только семинар и как бы отдельную защиту но еще очень большой комплекс вопросов поэтому мы вот начали искать партнеров и так судьба нас благодаря мы нашли друг друга да и вот уже лет 5 мы работаем у нас не юбилей случайно? то надо подумать у нас сегодня юбилей да поэтому у нас вот как бы сейчас очень органично дополняется компания которая занимается семенами без которых вообще невозможно что-то вырастить очень остро и компания которая производит средства защиты это элемент тоже без которого нельзя поэтому вот ваши интересы я считаю что именно вот такой тотем у нас получился за эти годы и мы очень хорошо работаем вместе поэтому я хочу вам пожелать дальнейшем на таких вот семинарах сдавать что-то новое то что принесет вам пользу в будущее и как говорят наши вот зарубежные друзья мы часто там ездили возили представителей наших производителей и когда они приезжают к фермеру фермер ну приходит к фермеру возле поговорили он спрашивает а что это у вас за такая машина разваленная стоит он говорит это моя машина я на ней езжу как вы ваши же такие обороты вы миллионы получаете и ездите на такой машине говорит ребята мы уже пришли этот этап когда статус человека отминается по машине при увеличении этого по стоимости для нас самое главное это счет в банке и продукция которая лежит в складе я хочу вам пожелать чтобы у ваших приоритетов всегда был счет в банке какой только можно иметь большой стабильный стабильный банк и вашу пользу и все в вашем почве с хорошими процентами я хочу чтобы у вас на складах всегда лежала продукция которая выращена из семян копаний семени и обработана пестицидами компании БАСФ которая является наиболее экологичными уже агитация тем более чтобы все это у вас было и на складе продукции и деньги на счету в банке чтобы вы всегда улыбались и с радостью приходили к нашей встрече хорошего дня и всего самого лучшего я хочу еще представить этого человека без которого наши дни поля не состоялись бы никогда Кадамальчук Юлис Сергеевич вы его прекрасно знаете когда он представил свои площадя под наши испытания терпит нас но я думаю что это полезно и ему и нам поэтому мы в дальнейшем так и планируем продолжать нашу совместную тель так Юлис Сергеевич где ты отказывайся отказывайся мы подозреваем да уже выходим подозревайтесь так ну что значит сейчас мы переходим к основной части нашего семинара большущая просьба к выступающим пожалуйста соблюдайте регламент за регламентом буду следить я дал отмашку значит готовьтесь к тому чтобы заканчивать потом хорошо потому что я понимаю что вопросов много тем много вот но давайте так чтобы всем предоставить слово чтобы все выступили согласны так ну что тогда я предоставляю слово Виктору Васину по результатам сезона добрый день Валера меня представил к сожалению за 10 минут которые предоставляются такой большой темы очень тяжело раскрыть те культуры и те результаты этого года которые у нас были ну и поскольку самым большим регионом по производству по производству так лучше может по производству лука является это ваш регион ну и хотел бы начать с этой культуры значит в этом году ну все наверное видели что очень хорошо получился зимы лук в том числе и наш гибрид который мы ожидаемый скажем так результат почему потому что мы использовали испытывали его на протяжении ряда лет поэтому Валстар в этом году дал очень хорошие результаты мы видим в разных регионах в данном случае есть фотография это из Днепропетровской области это из Запорожской области в вашем регионе Валера тоже мне рассказывал что были урожайности 70-80 тонн гектара на этом гибриде причем получилась очень товарная получилась очень товарная продукция ликвидная и так далее но открытием этого года в таких больших масштабах наверное все таки являлся Балстар который был проведен через рассаду Валерий Анатольевич и в регионе Каховки ну Валера рассказал мне о хозяйствах которые получали до 90 тонн гектара на Балстаре на нашем озимом луке который мы предлагаем проведенный через рассаду без рисков которые могли бы быть могли препятствовать как в этом году луку озимому ну получили очень-очень неплохой результат и цена ну практически не отличалась озимого лука который продавался в конце и рассадного Балстара который был причем как в регионе Днепропетровской области Запорожской области это фотографии из Днепра вот он получился очень хорошо и я бы сказал ну это направление как открытие этого года этого сезона в больших массивах в больших масштабах теперь вернемся все таки к весне она была благоприятная для единственный момент мы на семинарах всегда просим слушайте нас то что мы рассказываем какие-то нюансы появятся я столкнулся с такими вещами именно Парасандову Балстару когда мы объясняли говорили что не загущать густота там 500 тысяч на гектаре приезжаю в хозяйство вижу урожайность прекрасная но товарность хромает почему потому что в эту ячейку посадили по 4 по 5 растений мы просим 2-3 так получается урожайность нормальная и качество отлично это реально округло и это влияет на ликвидность товара возвращаясь к весне весна была очень благоприятна для получения всходов те кто вовремя посеял те получили приблизительно вот такие вот результаты это было начало той ситуации которая у нас получилась в этом году затем был очень тяжелый год очень тяжелые климатические условия и в некоторых хозяйствах была такая ситуация которая привела к тому что казалось бы лук очень очень заболел и был недобор по урожайности значит но но в связи с тем что было возможно как у многих фермеров вовремя обработать вовремя покормить и скажем так вылечить лук то в конце концов получился в принципе неплохой урожай в данном случае на фотографии это Днепропетровской области гибрид антилопа который дал около 70 тонн с гектара как для этого года я считаю что очень неплохо и кроме этого гибриды сами исповедули себя в этом году очень хорошо я считаю антилопа которая дала очень неплохую как по воду урожайность это раз замбези которая новый гибрид который был более устойчивым к заболеваниям ранние луки которые в принципе прогнозируемо рано были собраны и реализованы хотел бы сделать для чего мы проводим эти семинары для того чтобы можно было как-то уйти от ошибок прошлого года прогнозировать какая ситуация будет на следующий год в данном случае эта фотография если вы внимательно присмотритесь это зимый лук зимый лук этого года это фотография я делал в Днепроведровской области там где в конце октября я думаю что и в вашем регионе несмотря на то что вы значительно южнее но в связи с тем что осень очень-очень была прохладная ночи прохладная лук вошел в зиму не в той стадии в которой нам хотелось бы а зимый лук и вот такая вот картина полупустые грядки на которых практически не прослеживается сейчас растение приведет к тому что я думаю что по озимому луку достаточно большие объемы они просто не перезимуют и той урожайности и того объема как в прошлом году не было поэтому в продолжении этой темы все-таки хотел бы обратить ваше внимание на перспективность выращивания полстара через рассаду вы получите гарантированный результат по урожайности будет отличное качество ну и вы будете с ранним луком который ну сможете реализовывать вторым второй культурой как уже как показывает этот год для вашего региона я считаю что и стала стала морковь после того как не стала Крыма у нас морковь на юге стала выращиваться достаточно много снова-таки весна которая благоприятно влияла на получение всходов хорошая густота но в связи с тем что не было хорошей цены не было реализации достаточной позднее позднее точнее ранее посевы они перешли в среднее и наши гибриды показали себя в этом году тоже очень неплохо Абака одна из самых востребованных на рынке Украины морковь мы еще вели один гибрид 3118 о котором Виктор Николаевич расскажет но даже на фотографии вот мы здесь видим человек стоит с великолепного качества морковью она затупилась она дает большой урожай но к сожалению не было возможности ее реализовать и по той цене и в то время когда необходимо поэтому перепроизводство моркови и мы имеем вот такую нехорошую цену несмотря на то что в этом году ну вот видим поражение растения моркови была очень большая проблема с поздними посевами при получении всходов это работали и тепловые ножницы и перетяжки ну на самих растениях были от герлицидных ожогов ну это привело к тому что морковь в этом ходу более крупного размера ну и более ликвидная все таки маленькая несмотря на то что урожайность дает меньше ранняя осень ранняя осень низкая температура и заезжая на поле вот открывая мешочек вижу морковь вот такого вот плана значит почему это произошло я возвращаюсь к тому что моркови поздних сроков посевов не так как в прошлом году были рано реализованы реализованы значительно позже и желания не было и цены не было но это привело к тому что большие огромные объемы по 15-20 гектаров это по Днепропетровской области мы вот сегодня сюда ехали тоже видели поля которые оставлены моркови в поле и это возможно возможно придет к тому что через какой-то промежуток времени я надеюсь что морковь вырастет в цене до той которая даст возможность в принципе хотя бы ну иметь какой-то небольшой но заработок а сейчас сейчас на рынке в абсолютном большинстве такая морковь которая переморожена которая долго лежать не будет имеет низкие товарные качества по капусте хотел бы сказать следующее что прогнозируемо относительно низкая цена должна была бы быть почему потому что очень уж прошлый год был жирный в плане цены ранее капусты было хорошее состояние хорошие условия для капусты а вот позднее попали под определенные проблемы но ваш регион по капусте не является приоритетом я все-таки в Днепропетровской области это основной производитель капусты там в связи с тем что не было надлежащего силоборота мы была проблема с бактериозами и вот с бактериозами очень хорошо справился наш гибрид который называется ариевист ну на данной фотографии вот если посмотрите вот рядочек это ариевиста а это капуста которая поражена бактериозом значит и вот еще одна фотография которую я показывал уже до этого с левой стороны это ариевист с правой стороны это гибрид который поражен фузариозом и бактериозом снова-таки холодная осень относительно холодная осень плюс поражение больших площадей бактериозом Плюс то, что в Центральной Украине было все-таки засушливое лето, а там они не поливают, привели к тому, что объем, несмотря на то, что площади были увеличены, объем капусты, товарной продукции был не такой, как прогнозировался с самого начала. Ну и поэтому мы видим, наверное, на сегодняшний день капуста по цене чуть-чуть лучше, чем другие овощи из этого борща. Ну и еще одна культура, на которую хотел бы обратить внимание, это томат. Аномалия цен на ранний томат. Кстати, на фотографии показан гибрид Велос, который в седьмите ранней продукции очень хорошо себя показал. Почему? Потому что вышел на рынок тогда, он практически как такой ранний гибрид, как Солероса, но при этом товарность у него была совсем другая. Это крупный помидор, он имеет вкусовые качества салатного томата, но и как ранний томат, ну вот, есть хозяйство, которое выращивали его и очень заработали неплохие деньги. Потом же была, и когда мы ездили весною и в начале лета, ну, ехали снова-таки на семинар в Кьюлик, он, мы видели большие поля раннего томата, который был очень сильно поражен бактериозом. Ну, поэтому и выросла цена. А потом была ситуация со средним томатом, когда, ну, после таких условий неблагоприятных, получился очень-очень хороший урожай, очень хорошо себя в плане болезней зарегомендовал перфекпил в этом году, который вот подряд показал себя очень-очень стабильно. На этой фотографии новый наш гибрид, который называется, ну, который называется Фазер. Ну, и несмотря на то, что он очень-очень красивый, очень, ну, внешне привлекательный, значит, где-то порядка 100 грамм томат Валера Небеменя, вот, получилась вот такая в конце сезонная ситуация. Томат, который неликвидный, на который не было цены, вроде вот на вот этом поле, это поле в единическом районе Херсунской области, не ступала нога человека, укрыта полностью томатами, но, к сожалению, не было возможности, ну, его реализовать. Поэтому, подведя итоги очень быстро, очень быстро, я думаю, что необходимо обратить внимание, прежде всего, на рассадный лук, у Семинис очень широкая линейка ранних луков, это Сиробланка, это Экзакто, это Кэнди, это Балстар. Необходимо обратить внимание на ранние яровые луки, вышеупомянутые тоже, если, я думаю, что будет интерес. Но и ни в коем случае, если есть такая возможность, не снижать площади по лукам. Почему? Потому что перепроизводство обусловлено тем, что на рынок производства вошли достаточно большое количество мелких фермеров, которые не знали, куда делать, что с ним делать, ну и так далее. И, ну, это по луку вот такая ситуация. По капусте, не могу ничего сказать, потому что скажет рынок, но по томатной группе, по моркови, я думаю, что на следующий год надо выращивать, потому что, ну, надеемся, что интерес для производства больших объемов, ну, значительно будет снижен. Спасибо. Буквально одно слово я добавлю. Значит, ну, сейчас вот в разговоре с многими фермерами мы слышим одну такую вещь. Надоели овощи, значит, будем уменьшать, будем урезать и вообще отказываться. Это, в принципе, слышишь сплошь и рядом от фермеров. Вот, в принципе, даже, может быть, не понимаю, но нужно понимать еще одно. Все-таки Украина есть Украина, традиции наши никуда не деваются, наш борщевой набор востребован, поэтому по-любому овощи будут востребованы. Значит, да, может быть, объемы действительно были в какой-то степени преувеличены. Но я еще хочу сказать еще одно но. Значит, вам, фермерам, которые здесь присутствуют, такой небольшую шпильку, скажем так. Значит, вспомним прошлый сезон, вспомним этот сезон. Значит, в прошлом сезоне, когда цена была хорошая, некоторым показалось мало, будем ждать еще выше цены. Значит, в этом сезоне, опять-таки, были моменты на рынке, когда, в принципе, цена, скажем, она была выше себестоимости, где-то, может, нули, но были моменты, когда выше. Нет, ждали пока, хочу еще больше называется. Я прекрасно понимаю, но все-таки нужно мониторить вот эти вот площадя, нужно слушать специалистов и принимать решение для того, чтобы все-таки вы не, потом не кусали себя за локти, да, или за что. И потом вот сейчас, допустим, в складах лук лежит, думаем, что делать. Вот поэтому я всегда убеждаю, ребята, поймите, есть ли цена чуть выше себестоимости, продавайте, отрабатывайте свои вложения, дальше будет видно. Ну, еще один, скажем так, аргумент в пользу того, что на следующий год необходимо выращивать овощи разных групп, это то, что в Польше, а, наверное, все-таки наше направление вывоза из страны будут, это Европа. В этом году был самый урожайный год по луку, один из самых урожайных годов по капусте. Но поэтому, если на следующий год, ну а так бывает, там будут урожайности значительно ниже, интерес ниже, то, ну, будем надеяться, что наша продукция будет и там более ликвидна. Так, ну, чуть-чуть решили поменять, значит, я сразу сделаю небольшую такую презентацию по нашему испытанию. Значит, Юра, ну ты будешь сейчас рассказать, там, что он про пирамид или нет? Нет, понял. Значит, ну, эта система, которую мы вам рассказывали, на дни поле постоянно, значит, она работает превосходно. Я не буду останавливаться, потому что на дни поле мы подробно, все четко рассказываем, будут вопросы, обращайтесь к специалистам БАСФА, если не согласятся рассказать, к нам все расскажем. Просто, что вот система, которую мы применяем, с тонн-пирамид, оттуда работа разными гербицинами, она работает превосходно. Просто нужно учитывать нюансы, моменты. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание. Значит, это те фотографии, значит, разница неделя. Значит, один участок. Ну, видите, что, в принципе, фон держит. Никаких вопросов. Значит, но мы решили все-таки по подсказке наших... А, ну, это 25-22 была обработка с том, мы пробовали с том пирамид, гуал. Ну, видите, тут с огняк уже запустили до невозможности. Но мы решили испытать на этом поле разные вариации по гербицидам. Это испытывалось в компании ВЕРС, в Николаевской области. Значит, видите, это стон, пирамид, гуал. Это было 22-го. Значит, а это 30-го. То есть, видите, что по большому счету, по таким сорнякам, это уже не работает. То есть, нужно работать раньше. Тогда, когда сорняки фазы себя долят. Значит, это для того, чтобы убедили, что нужно применять вовремя гербицид, а не тогда, когда уже сорняк выше до колена. Значит, вторая вариация была на этом же поле стон, на 3-го, гуал. Видите, что по большому счету тоже 22-го обработка, 25-го сработала. Но, смотрите, смотрите, 30-го. Значит, стон, на 3-го, то есть, опять-таки, сорняки начали потихонечку... Опять-таки, применяйте вовремя в фазе, когда нужно. Ну и теперь, значит, по подсказке специалистам компании БАС, немецкая технология, применение БАСАГРАНа. Не БАСАГРАН М, а БАСАГРАН на ЛУКЕ. Значит, опять-таки, на поле была проблема дурничник и амброзия. Ну вот, решили испытать систему, как работает. Значит, первый был вариант. БАСАГРАН, 2-литра на гектар, 22-го обработка, значит, фотографии 25-го. Значит, это 30-го. Тоже этот же участок. То есть, видите, по большому счету БАСАГРАН сработал, но из-за того, что фаза сорняка была приличная, то эффект был. Но мы убедились, что все-таки, опять-таки, нужно вовремя применять по фазе сорняка. Ну, по лугу, видите, чтобы, в общем-то, огнетение практически не наблюдалось. Было небольшое, но не наблюдалось. Значит, вот это уже на другом участке, видите, мелкий сорняк сгорел полностью. Более крупный остался, то есть, опять-таки, ПАСАГРАН прекрасно работает по этой АМБРОЗИЯ. По АМБРОЗИИ, если фаза сорняка, опять-таки, небольшая. Но эффект, я вам скажу, был отличный. Но пошли мы дальше. Значит, это тоже отца. Ну, и вот сделали такую адскую смесь. ПАСАГРАН, СТОМ и ПИРАМИН ТУРБО. ПАСАГРАН 1,5, СТОМ 1,5, ПИРАМИН ТУРБО 0,75. Это, опять-таки, 22-го была обработка, фотография 25-го. Видите, да, как начал работать серпицид. Значит, и это же участок 30-го, то есть, буквально через неделю. Видите, да, что, по большому счету, сорняк практически весь сгорел. То есть, я, вот этот же участок тоже самое. То есть, видите, да, что, по большому счету, была большая проблема, но, в общем-то, ее удалось решить. Это же участок тоже уже ближе к фотографии. Видите, да, что практически все сгорело, все пропало. Значит, я, что вам хочу сказать. То есть, я, конечно, настаиваю и вас уговариваю, чтобы не доводить до такого состояния поля. Чтобы там, допустим, были такие сорняки. Но, если, допустим, все-таки, вы прозевали в какой-то фазе амброзий-дурничник, амброзия, знаете, все-таки проблема. Мы ее с гуалом, татрилом можем решить, только если ловим ее в начальной стадии. Если все-таки проскочили эти сорняки, пока пропитывают в условиях, то есть испытания. То есть, пожалуйста, пробуйте у себя, испытывайте, смотрите. Но, реально мы видим, что гербицид база грамм в разных комбинациях на луке работает без сильного влияния на лук. И помогает решить эту проблему именно в обросе дурнички. Вопросы ко мне есть? Нормы водовыли бы, Валера, вы не говорили. 300 литров на гектар водовыли. Чем меньше, чем лучше. Ну, не сказать. Понимаешь, по такому сорняку, Сереж, все-таки там нужно норму больше, потому что нужно промочить туда еще. Главное, давай, 300-400 литров на 300. 300? Ну, бедный лук. Ничего подобного. Ну, я вам скажу так, в ответ на реплику Сергея, я скажу так, сколько агрономов, сколько агротехник. Единственное золотое правило, не навреди растению. Если это идет в пользу растению, в пользу экономике, пожалуйста, работать, испытывайте. Ну, не даром. А по сухой почве? Ну, так как там мы применяем стон, то, конечно, лучше повлажен, так как там стон, то лучше повлажен, что стон плет на почву и работал как почвенный. И пирамид тоже. Спасибо. Ну, коллеги, добрый день еще раз. Благодаря, конечно, вам, благодаря нашим партнерам мы имеем возможность, ну, что-то такое показывать, потому что официальная компания вас регистрация, этой системы нету, мы тоже пользуемся европейской регистрацией, скажем, европейским опытом. Уже давно приносим этот опыт, вы общаетесь, сейчас интернет, мы закладываем в наших опытных хозяйствах, пробуем, смотрим, делаем ошибки, выводы, всегда благодарны и вашей обратной связи. Ну, самое первое, это, конечно, не доводить до такого состояния лука, потому что есть прекрасные схемы, которые работают. В этом году, наконец, уговорил Мехеду Игоря, главного агронома Саввадама, сделать стон с пирамидом, и он мне говорит, Юра, такого чистого лука у меня еще никогда в жизни не было. Ну, понятно, погодные условия, они как сложились, благоприятно для почвенников, так же же негативно для того, когда мы хотели послевсходовыми герпицидами делать, потому что осадки, дожди, воскового налета не было, и не было возможности заходить, это так я уже в продолжении немножко лука. Но у меня, к сожалению, 45 минут, и я первый, потому что если бы я был последний, я бы у вас занял немножко больше времени. Быстренько пробегу, вы очень многие были у нас на демонстрационном поле, теми, скажем, фотографиями хвастаться не буду, потому что вы прекрасно видели состояние и картофеля весной, и лука, когда проезжали мимо полеона Юлии Сергеевича, когда рядышком в хозяйствах все сгорело, наши демонстрационные участки стояли в очень хорошем состоянии. Это комплекс семена, утопрения, ну и, соответственно, системы защиты, от которых никуда не уйти. Я буквально в двух минутах напомню вам ключевые продукты, благодаря которым это было достигнуто, но, тем не менее, всегда это целенаправленно, как я называю, вот наши рекомендации, вы сможете их видеть в конце каталогов. Это не догма, это не панацея, это то место, где мы видим применение наших продуктов в той или иной системе защиты. Если это, в частности, томаты, есть зарегистрированные продукты, которые мы видим, например, акробат на начальных фазах, потому что это продукт, который может спарулировать инфекцию, как и почвенную, семенную, закрывать то, что вы не видите на ранних этапах развития растений. И, в принципе, два у него действующих вещества – это диметаморф с манкоцебом, контактник, системник. До диметаморфа на протяжении, я даже не знаю, Александр Сергеевич может скажет больше, но, насколько я помню в своей деятельности акробат, ему уже очень много лет, и до сих пор он стоит в стандартном системе защиты картофеля, и в системе защиты томатов и луков, потому что диметаморф быстро спарулирует, очень дождеустойчив, зарегистрирован на хорошем широком перечне культур, как на аурцах и луке от переноспороза, фитофтороз и другие пятнистости. То, о чем я говорил, быстро, быстро, скажем, проникает в растения, до 10-14 дней период защитный, дождеустойчив, и вы видите, движется как базипитально, так и акропитально, то есть находится и в листовой поверхности, находится и в стебель, и, соответственно, имеет спаруляцию, которая закрывает проблему, если вы где-то уже пропустили, сделали непрофилактически, те гифы, которые проросли, и идет спаруляция, акробат закрывает. То есть мы работаем не только сверху, внутри, но и, скажем так, уже забираем проблему на ранних этапах ее развития. Но вы видите, после 36 часов и 5 дней после нанесения еще достаточно высокая концентрация. Почему я так, в принципе, подробно о диметаморфе? Потому что в дальнейшем он является составляющей частью нашего нового продукта. Это Орвега, который уже очень себя зарекомендовал и на луках, на томатах. И Кабриадуа, который тоже, я думаю, уже является стандартом, и все его попробовали. Час после внесения диметаморфа уже находится в растении. Вы его уже не смоете, не вызывает резистентности. Ну и очень прекрасно работает на ранних этапах, если вы пропустили, скажем, эту проблему. Кабриадуа. Остановлюсь о Кабриадуа буквально в двух словах. Ну, я не раз напоминаю, вы видели его работу в поле. Препарат, который состоит тоже из двух действующих веществ. Пирокластробин и диметаморф. Диметаморф тот, что в акробате, системное действующее вещество, и пирокластробин трансламинарный. Я о нем, скажем, тоже долго сейчас останавливаться не буду. Рассказывали в полях, показывали в полях. Пирокластробин – это новый кластер бирулина в компании БАС. Пирокластробин работает очень хорошо как и на лечение заболеваний, так и дает так называемый акселенс эффект, это физиологию. То есть вы помните продукты, которые были Кабриадуа, который был у нас зарегистрирован, следом за ним вышел Кабриадуа, которые дают не только защиту, но и дают физиологические эффекты. То есть растение физиологически развивается интенсивнее. Пирокластробин работает на синтез, угнетает синтез этилена, который является гормоном старения растения. Немножечко открывает, помогает нитрат, редуктазия лучше работать. Соответственно, вот этот весь комплекс, он дает и положительный эффект и на само растение, и, соответственно, и на тот урожай, который мы получаем. В томатах повышаются бриксы, соответственно, культура здоровая, лучше вегетирует, лучше и выше урожай, и он также очень качественный. Ну и плюс диметаморф, который тоже позволяет, скажем, пролечивать на начальных этапах. Пирокластробин, он еще очень долго держится, депошечки, так называется, у нас есть во многих продуктах так называемый эффект депо, когда продукт ложится на поверхность листочка, и влага, которая попадает, высвобождает это действующее вещество, и он начинает работать. Вот в пирокластробине то же самое депо, которое пролонгирует действия. Ну и плюс, это один из немногих продуктов, которые работают очень хорошо и на альтернарию, и на фитофтороз, если это на томатах. Ну, мучнистая роса, переносфора и альтернария, это на огурцах и цибуле. Норма расхода 2,5 литра на гектар, запах очень такой едучий, из-за жидкого диметаморфа. Так что не пугайтесь, если вдруг он вам на запах не понравится, если еще кто не попробовал. И, скажем так, третий, основной, это РВЕГА у нас, препарат, который, ну, это так, можно сказать, святая троица, которая находится на пике фунгицидной защиты в овощеводстве. Это продукт РВЕГА, уже не один год он на рынке, прекрасно себя показывает, хорошо зарекомендовал. Ну и, в частности, из-за чего это продукт Аметоктрадин. Новое действующее вещество компании БАС, которое разработано недавно в Европе, тоже буквально на уровне с Украиной. Мы его вывели практически одновременно. Этот продукт получил в 2015 году премию за инновационность. И я вам в двух словах расскажу, почему это так. Вы видите, тоже присутствует тот самый диметаморф, что с контактным продуктом исключает резистентность. Это очень важно, потому что, к сожалению, многие продукты уходят из-за того, что идет привыкание к грибу. 200-300 литров на гитар. Вы видите уже широкий перечень регистрации. То есть томаты, огурцы, цебуля, картофель от 0,8 до литры. Фитофтороз, переноскора. То есть, если нужно на томатах проконтролировать и альтернарию, и фитофтору, то тогда к Орвегу желательно добавить 250-300 грамм продукта Сигнум, который в небольших дозировках прекрасно контролирует альтернарию. Очень высокий уровень адсорбции восковым налетом. И это видно по, скажем так, фотографиях микроскопа. Вы видите, как покрывается действующее вещество, рабочий раствор, листовую поверхность. И вот гранулки, которые, внедряясь в восковый налет аметоктродина, ложатся там и контролируют развитие патогена. Буквально в двух словах, визуально на экране, вот как распределяется жидкость. Обратите внимание, я потом в конце скажу, что мы можем, ну, лучше есть шире окно применения этого продукта. На этом тоже в двух словах остановлюсь. Смотрите, очень высокая липофильность и молекула не поляризована. Что это означает? Липофильность есть гидрофильность и липофильность продуктов, которые... Гидрофильность, когда продукт проходит по межклеточникам и заходит в систему, и двигается с клеточным соком. А липофильность, это очень высокое проникновение по восковому налету. Так вот, аметоктродин очень сильно проникает, как вы видели на фотографии, в эпидермис и здесь находится. И молекула не поляризована. Вот эти связи, они являются как тетрисом, помните старую добрую игрушку, то есть нам как нужно положить нашу фигурку, мы так ее и переворачиваем. Здесь так само молекула ложится ровно столько, сколько ей нужно положиться. То есть эти структуры, они не жесткие, они переворачиваются, и, соответственно, это обусловлено качеством нанесения продукта. Очень дуждеустойчив. Вы видите под микроскопом гранулки, которые, как я говорил уже, дебошечкой внедряясь в восковый налет, при попадании в лаке перераспределяются. Но вот четыре цикла осадков, то есть туманы, росы, и мы видим перераспределение действующего вещества, соответственно, очень хорошую защиту в сложный погодный период. Аметоктрогин перекрывает энергетический комплекс и не дает, скажем так, развиваться энергию в грибе. Ну и диметоморф, я о нем уже останавливался, то есть важная особенность, антиспроутвориванная. То есть споры не могут образовывать гифы и, соответственно, развиваться в нашем растении. С лечебным свойством. Ну и вот в таком варианте необработанные зооспоры и обработанные зооспоры буквально через несколько секунд, 4-5 секунд после попадания препарата Орвега, зооспору разрывает и, соответственно, она не может никак развиваться. Ну вот, фотография под микроскопом, необработанная и обработанная зооспором. На разные механизмы, то есть аметоктрогин на метаподрию, на энергетический цикл, ну и диметоморф на синтез жиров и мембрану. Два разных механизма действия, соответственно, комплексный результат. Ну и то, что показывают многие компании и то, что сейчас есть в формуляции этого продукта, вы видите 60 секунд и у вас полностью готовый раствор для внесения. Очень прекрасное растворение, шикарная формуляция. Ну и тот момент, который я вам говорил, обратить внимание, смотрите, 200 литров воды и 600 литров воды. То есть практически покрытие листовой поверхности не отличается. То есть достаточно хорошо это идет и при 200 литрах, и при 600 литрах. То есть этот продукт позволяет, мы не призываем к этому, но тем не менее, если у вас пиковые нагрузки, есть необходимость быстрее обработать ваши поля, перед дождиком, перед какими-то осадками, вы можете уходить, минимальные дозировки, и препарат не будет работать хуже, чем вы дадите ему 600 литров воды. Хотя вода является, ну, элимитирующим фактором все-таки в покрытии растений. И в чем хочу остановиться, я всегда говорю, оговариваюсь, что продукты фунгициды компании, ну не только базу, они практически все профилактические, даже если они системники. Почему? Потому что, смотрите, даже в этой ситуации, например, когда мы вносим Орвега, мы имеем на начальных этапах выхода зооспор, работает диметаморф и аметоктродин в спарке. Когда начинает прорастать гифа, они тоже прекрасно вдвоем работают. Но когда уже зооспоры начинают инфицировать внутрь, то здесь работает только один диметаморф. Соответственно, если вы немножечко позже внесли фунгицид, после момента заражения, вы должны понимать, что будет работать одно интенсивно, одно действующее вещество. Второе уже будет у вас находиться, можно сказать, балластом. Но не совсем оно будет ждать следующего прихода. Но то, что вы допустите заболевание сейчас, и диметаморф сам может не справиться, то это, конечно, очень большая вероятность, когда у вас пройдет заражение спорами. Ну, Юлий Сергеевич не даст соврать по соседнему картофелю у нас, по прошлому году и по этому году ситуации. Эта картинка не наша, но тем не менее. Все прекрасно помните ситуацию весна, каховка, ранние картофели. В прошлом году, когда были интенсивные осадки, и картофель просто чернел-сневал, да, я не скажу, что у нас была просто идеальная картинка. Но у нас были единичные заражения, фитофтороз начинался двигать, но тем не менее. После того, когда мы заходили после вегана и работали кабриоту, акробатом, у нас был хороший вегетативный, скажем, состояние, культуры, ну и, соответственно, урожай. Ну и у людей, где это за 2-3 дня сгорало, сгнивало, соответственно, была вот такая история. На томатах та же самая картина. И к этому всему, ну, я не то, что там призываю, но как бы рекомендую, все-таки эти продукты очень шикарно работают, и их место на начальный период вегетации. То есть, когда идет интенсивное нарастание ботвы, томатов, начало бутонизации, и идут, соответственно, вы видите, что 2-3 дня у вас пойдут дожди, перепады температур, розы, осадки, вносите этот продукт, и вы гарантированно дождетесь хорошей погоды, которая позволит вам дальше продолжать защиту вашего растения. Так само и на луках, и так само на гуцах. Ну, наше видение, это то, о чем я говорил, интенсивный рост, потому что нарастает молодой прирост, который предрасположен к заболеванию. по Орвега прекрасно показал себя в этом году, мы закладывали в институте орошаемого земледелия в Херсоне на второй посадке. Так само были сложные погодные условия, вы их прекрасно помните, и Орвега очень прекрасно справился. Ну, вот, Орец, период, скажем так, интенсивного развития. Ну, и по Орвега, то, что я останавливаюсь не раз, это уже, можно сказать, тот европейский продукт, который дошел до нас тоже наравне с Европой. Очень низкая токсичность, не подразнивает шкуру и глаза оператора, ну, и не вызывает аллергию, хотя мы не призываем работать без средств защиты. Также отсутствует риск накопления в почве, так называемая биоаккумуляция, и в самих растениях. Основные, скажем так, подводя итоги, это очень хороший результат в сложных погодных условиях, высокая степень защиты во время цветения, ну, и шикарный экран, благодаря новому действующему веществу. Я делаю, скажем так, ну, немножечко наголосно, то, что новое, к сожалению, сейчас очень мало на рынок выходит действительно новых действующих веществ. Зачастую комбинация разных старых, но до которых уже есть местами привыкание и резистентность. Здесь совершенно новое действующее вещество. И, в принципе, если брать из этой линейки полирам, который, не надо, я, скажем, в двух словах, чтобы не занимать время. Полирам – контактный наш продукт, метирам с содержанием цинка, элемента цинка, работает контактно-профилактически, фитофтора, альтернария, переноспора. Вы видите регистрацию стомпа на томатах, это рассадный томат. Просим его там использовать. Если брать зону коколки, учитывать пески и черноземы от нормы внесения, от 3 до 4 литров на гектар. Ну и Пи-58 у нас на семенных поселах. Немножечко по огурцах, в двух словах пробегусь уже по системе защиты. Сколько у меня времени? О, вот это я. Пи-58 наш димитат. По Пи-58 делаю всегда углончик и напоминание продукта фосфора органика. С ней аккуратненько, не на последних этапах внесения. Но, как вы помните, сейчас в этом сезоне, прошлый сезон очень хорошо начали интенсивно развиваться клещи. К сожалению, доходим до того момента, когда приходится применять специальные акарициды. Но вот используя, в частности, Пи-58 мы можем на начальных этапах контролировать численность клеща. Он есть уже практически на томатах, на перце, в луке. И где его уже только нету. Димитаат. Пи-58, в частности, димитаат, выдерживает высокие температуры, но это все равно не до 27 градусов Цельсия. Если выше, нужно уже внимательно следить за температурным режимом. От 0,5 до литра, на, скажем так, овощных культурах, клещи, клопы, трипсы и тля. Ну, вот если брать по трипсу, вы прекрасно знаете, я не буду останавливать ваше внимание, по луковичной мухе, поближе по табачному, ну, вот, совка, которую тоже можете прозевать и иметь внутри луковичных посевов. Ну, и тля, которая тоже находится зачастую внутри, когда мы ее не видим. ПОБИ-58, пролонгированное действие, очень хороший баковый партнер, добавляет действие перед роидом, которые сильно быстро распадаются в жаркие температуры, но, тем не менее, когда идут ранние температуры, прохладные, и нам нужно бороться с редителем, мы этой смесью можем хорошо пролонгировать и работать в прохладной температуре, так как фастак работает от плюс 5 и прекрасно работает в 15 диапазоне, 15-20 градусов. Зачастую мы стоим, зачастую мы, ну, скажем так, поздно бросаемся с инсектицидами, у нас идет на ранних этапах, это ярко просматривается в садоводстве, в виноградарстве, когда уже совки, тли, трипсы заходят намного раньше, чем мы их ждем. И, в принципе, вы тоже обращайте внимание, потому что лучше сделать дважды, например, перитроидом в раннем, прохладные условия, но мы снимем того вредителя, который начинает уже ранней весной, чуть ли уже с февральских окон не начинается двигаться. Ну и немножко хочу оговориться о намолче, который является рострегулятором и работает. Ссылочка. Прекрасный партнер, можно сказать, по стаку, по каралатскому жуку. Почему я поставил эту фотографию и этот подбор, потому что 150 грамм намолта в смеси 100 грамм фастака прекрасно контролирует каралатского жука, что в последние годы очень тяжело и проблематично. Здесь смесь, которая работает очень шикарно. Тефлобензурон, контактный продукт на картошке, о чем я говорил, уже 150 грамм против колорадского жука. На капусте 0,3 это солки, моль, белянки. То есть там, где вы интенсивно используете рост регуляторы, которые уже вырабатывают резистентность, этот продукт как ни никак актуален в антирезистентных системах. То есть чередование конкурентных продуктов с намолтом мы добиваемся прекрасных результатов. Намолт забирает солку, белянку, моли, забирает личинку и забирает яйцо. К сожалению, он не трогает взрослые насекомые и бабочку. Но бабочка прилетела и улетела. А те яйца, эти личинки, которые будут приносить нам вред, она оставляет. Всего лишь 0,3 литра на гектар мы будем иметь прекрасный контроль. Ну, вот те проблемы, которые забирают на молд. Очень хороший продукт. Если хотите контролировать бабочку, добавляете фостока или фосфорорганики, в принципе, без проблем контролируем бабочкой. Ну, то, о чем я говорил, что разные фазы влияния на вредителя и очень хороший, эффективный результат. Вложить его нужно начало интенсивного лёда, то есть мониторить вредителя, если есть возможность ловушечка, если нет вечернее время, когда идёт, вы видите, интенсивный лёд, вот тогда самое идеальное положить, чтобы яйцекладка делалась уже на готовый, на отложенный, положенный продукт. Тогда мы будем очень хорошо контролировать вредителя. Ну, высокая устойчивость к смыванию, ну, и пролонгированное действие, также немаловажно, это безопасность для клещей, хищников и пчёл. Ну, и пробегу, пробегу, скажем, по луку. Систему не буду останавливать подробно, о которой говорили выше, с том, с пирамидом или и фронтиру оптимов смеси. Это отдельные варианты, отдельные результаты, очень много опыта, если есть время и желание, мы с ним поделимся, Юлий Синевич прекрасно уже с ним адаптировался. Есть моменты внесения при стомпе, смотрите, я говорю на нём буквально в двух словах, стомп любит влагу, но стомпу не нужно двое суток после внесения не поливать, не дождя, то есть двое суток, он до пяти суток формирует экран. Вот этот важный момент стоит учитывать и тогда все ваши скажем где-то какие-то опаски или ещё что-то уйдут никуда. стомп стомп без проблем мешает с тем самым пирамидом, с тем самым фракиром, с тем самым галом и раундапом. То есть вы можете на начальных этапах, и вы прекрасно знаете, комбинировать эти продукты для того, чтобы ложить стомп, нужно ложить однозначно. То есть это продукт почвенный, который позволяет вам, даже если вы дальше будете использовать другие технологии на начальных этапах, предохранить вашу культуру и не иметь ту засорённость, которую показывал Валера на полях, где уже приходится выходить из положения, загонять в стресс культуру, соответственно понижая урожай и понижая наши опыты показывают даже двойное и тройное перекрытие с томпом не приносят никакого негативного влияния на культуру. Те же самые акробаты полирамы Каприо Дуо единственное добавляется у нас здесь продукт Синум прекрасный баскалит у меня ещё Валер по времени да ещё 10 минут о, отлично вообще класс Синум зачастую коллеги не дадут когда по Запорожье читал семинар тоже задавали вопросы где-то какие-то моменты вот что делать я им говорю Синум на следующий ответ что делать Синум следующий вопрос люди уже в зале смеют за Синум да Синум потому что у него линейка и спектр контроля над заболеваниями просто громадный продукт просто имеет кучу скрытых возможностей я уже не раз на нём оговорюсь но опять остановлюсь тот самый перокластрабин который я говорил который даёт физиологию а и плюс баскалит который движется тоже и к низу и к верху если вы откроете парелик который становится всё больше и больше с каждым годом зарегистрированных продуктов в Украине то уже не один наверное пяток лет там зарегистрирован продукт как иншур профи действующие вещества вот эти то есть он зарегистрирован для мы его не продаем в Украине он зарегистрирован для семенных компаний которые уже завозят обработанные этим действующим веществом семян но тем не менее я о чём просто этим моментом хочу сказать да это не формуляция если это взять симпом это не формуляция протравителя но эти действующие вещества работают и на протравливание семян и в период вегетации и в период закладки на хранение то есть как и по луку это серые белые гнили гнили донца гнили шейки это альтернария и это переноспора не говоря уже кладоспориум и тому подобные сопрофиты которые двигаются дальше плюс физиология я не знаю скажем так насколько но люди трижды четырежды применяя сигнум на луках обратная связь такая что он просто не хочет ложиться на перо он вегетирует вегетирует и вегетирует соответственно урожай соответственно и качество урожая и лёжкость урожая ну и вы видите то о чём я останавливался на послёновых это 250-300 грамм всего лишь навсего для того чтобы контролировать альтернарию то есть добавляете 250 грамм в гектар в любой фитофторозный продукт вы будете прекрасно контролировать и альтернарию которая является и на начальное и то цветение и которое заходит у нас и после цветения ну и лук вы видите тоже как я уже заговаривался очень большой перечень конечно если вы носите профилактических хватает 1,25 если уже вы увидели проблему на листе вы прекрасно понимаете что это уже как минимум ну от 5 до 20 дней развития патогена внутри соответственно здесь уже для жёсткого контроля стоп-эффекта нужно и дозировочку немножко повышать хотя мы даем рекомендованные дозировки ну и на морковке вы видите тоже альтернариоз белая гниль серая гниль на морковке очень важный момент когда нужно положить до смыкания ботвы то есть чтобы продукт лёг на шейку дать большое количество воды соответственно у вас и лёгкость и контроль заболеваний будет намного лучше но если вы дадите в период вегетации у вас все проблемы листа уйдут сами по себе то о чём я уже оговаривал этим же моментом его здесь ага есть равраль но включать не будем ведь я в двух словах о нём равраль аквафлок прекрасный продукт пользуйтесь шикарно зарекомендовал себя на огурцах на луке на капусте на морковке тот самый патрикицид только контактного действия ну на рынке я не знаю если подскажете ещё такой контактник патрикицид буду благодарен работает альтернария белая серая гниль прекрасно по огурцах очень хороший результат Юлий Сергеевич тоже не даст скажем так опыт запорожья никополя западной Украины очень очень позитивные хорошие отзывы то есть очень хороший продукт по луках во вторую половину вегетации так само будет работать и на альтернарию переноспору но и на лёжкость гнильдонца гнильшейки скажем просил ну всё буквально скажем так в двух словах бутизан на капусте так само рассадная культура внесение важный момент если хотите в принципе на посевной тоже можно использовать но только один важный момент то что я оговариваю на летних потому что потом очень много вопросов возникает звонят почему что вот это очень внимательно я вас спрошу то есть вы используете не несмотря на то что мы не рекомендуем вы все равно это используете ааа и те моменты которые мы знаем но по тех которых не рекомендуем я вам оговорю капуста нежный элемент очень нежная культура когда вы бутизан внесете или другой любой грибецит поверьте моему опыту раунда аппель или тому подобное когда капуста не проклюнулась не напухла и не лопнула кожура она чувствует пары гербицидов особенно если прошли осадки и вы полили как для бутизана которому нужно очень много влаги она может заснуть она ну не потеряет скожесть но она может в этот год и не проклюнуться то есть вы сможете тогда будете решить на все что сможете и в частности гербициды тоже но это ее физиологический момент и если вы вносите бутизан в период на посевной капусте ждите пока вот залили замочили проклюнулась вносите гербицид вы смело тогда все будет нормально никаких постэффектов не будет если она еще спит ждет не вносите подождите по сорняках вы не пропустите что пропустите бутизан дотянет 200-300 литров воды по бутизану чем больше тем лучше внесли гербицид подточки можете сразу дождевалку загонять этот гербицид самый устойчив к промыванию то есть он любит большое количество осадков если будет больше воды соответственно у вас результат будет выше Юра нюансы по стопу вы помните мы рекомендовали полив потом стоп два дня не поливать мы дизан вносим да и сразу же после вносения включаем полив смывать грубо говоря его не нужно он не приносит токсикоза капусте единственное почему рекомендуем людям потому что если нету полива лучше еще раз пройти дать простой чистой водой больше дозировку воды для того чтобы сформировался экран бутизана и в принципе дозировку вы можете тоже пролонгировать если знаете что поля не загрязненные дайте раз 1.25 бутизана полтора бутизана и потом зайдите через 2-3 недельки можете дать еще раз бутизан лоялен все нормально до начала смыкания листочков в голову то есть в этот период уже просьба туда не лезть капусте потому что это все-таки заложится физиологический период тогда я еще в двух словах заканчиваю и одну минутку вы видите очень большой перечень по сорнякам то есть прекрасная работа можно использовать и в других системах про рассказал про сигну здесь же если хотите тоже классно хранить капусту за 20 дней перед уборкой полтора килограмма сигнума срезаете ложите в хранилище у вас до весны прекрасный результат спасибо за внимание я хочу Александру Сергеевичу буквально одну минуту значит пока Александр Сергеевич готовится я хочу сказать один нюанс значит большущая просьба легче предотвратить чем не справлять вы все прекрасно это понимаете значит мне очень приятно что если в фенгуре звонят я говорю ребята я немножко сомневаюсь звоните Юре он никогда не откажет никогда я ни разу не слышал чтобы ему позвонили он сказал я занят я отца поэтому пожалуйста послушали супер но если возникают вопросы не стесняйтесь звоните напрямую лучше эти все нюансы сразу предотвратить чтобы вы четко понимали как вносить когда и зачем Юра телефончик я думаю твой уже известен про всей Украине сейчас заключитель по компании БАС Александр Сергеевич подведет итог пожалуйста уважаемые коллеги буквально несколько мгновений смотрите Юрий Иванович очень хорошо рассказал о препаратах о ДВ я хочу вас обратить внимание чтобы вы запомнили два ДВ это баскалин и это динетамон почему именно эти продукты значит есть два две болезни очень актуальные как на болезнях овощных для болезни овощных так и для болезни винограда и сада это ложная мучнистая роса и есть настоящая мучнистая роса значит акробат динетамон который находится в трех наших препаратах акробат МЦ вы видели Каприотова и ОВЭГ значит это единственный пожалуй на рынке в мире сегодня препарат который содержит препараты которые содержат действующие динетамон который работает СИС и ОДНО вы знаете что для того чтобы предотвратить всякие неприятные возможности в течении перенавитации вы должны чередовать системные и контактные продукты системный продукт дает вам всегда возможность исправить какую-то плошность вы не всегда день в день проводите обработки что-то помешало что-то не так применяя динетамон в системе защиты вы всегда гарантируете то что даже 3-4 дня опоздания вы всегда ликвидируете эту проблему которая может возникнуть поэтому 3 этих препаратов каждый из них задерживает другое действующее вещество контактное поэтому я бы рекомендовал хотя бы вот эти 3 препарата через 1 в системе защиты ваших овощей применять это у нас очень высокую вероятность того что вы избежите ложной вещества России а что такое ложная вещества России я не буду рассказывать он прекрасно знает второе баскалит баскалит тоже действующее вещество мы об этом нигде не говорим как-то не пишется не знаю почему но оно работает 100% против настоящей вещества России и кроме всех тех оболиваний которые Юрий Иванович показывал он еще работает 100% на настоящую вещество поэтому включая хотя бы пару раз СИГУ в систему защиты мы также сами себя страхуем от всяких неподвиденных возможностей то есть даже при опоздании в работах 1, 2, 3, 4 дня применяя СИГУ или препараты которые содержат демитаморф вы можете ликвидировать проблему другие препараты вам эту проблему не дадут возможность убрать потом появляются внешние признаки заборываний портится товарный вид недобор урожая и все прочее чтобы застраховаться от этого вот обратите внимание на эти продукты пожалуйста спасибо Юра еще буквально 2 секунды я уже так просто есть в этих презентациях и другие продукты а корицид я уже клещи захватывал я просто хочу поделиться одним важным моментом который прошел от жирной линии на протяжении сезона я думаю вы все с клещами боролись и бытует мнение что нужно до клеща до клещевого корицида добавлять прилипатель ну не буду говорить одеванты они разные там ну во первых не используйте тренд в овощеводстве не старайтесь а во вторых к корицидам не используйте прилипатели потому что у них как правило это контактное действующее вещество системности у них нету и чтобы клещ его попробовал покушал ему надо потрогать это действующее вещество чтобы оно попало на него если вы в пленочку зарядите это действующее вещество соответственно клещ определенный момент не будет иметь к нему доступа не будет ползать не будет касаться не будет питаться и эффект от этого будет очень маленький то есть те моменты которые вы думаете что вы приносите пользу вы будете приносить только ну ваш препарат очень дорогой и будет работать на 22% своей эффективности когда захлебнется клещ на которого попадет капля всего лишь навсего а это один момент и это показало жирной чертой то есть те люди которые работали с прилипателями в период сезона по акарицидах имели проблему и второй момент например если это брать масса в нем есть 100 граммовый пакетик в котором находится порошок то есть вот этот 100 граммовый пакетик он является адъювантом от компании то есть его достаточно для того чтобы шикарно работать на клещах и не надо ничего дополнительного если вы делите это на 10 ведер то делите этот пакетик на те же самых 10 ведер в равных частях и соответственно учитывайте что это вода чем больше количество воды тем лучше и скажем так учитывайте температурный режим спасибо так вопросы без аплодисментов не уйти так я думаю информация очень хорошая щепель исчерпывающая значит но я знаю что сегодня будет куча вопросов поэтому еще будет время пообщаться подходите я думаю никто вам не откажет в ваших вопросах значит теперь дальше мы переходим в такая быстрая презентация по гибридам компании семенис то есть мы постарались собрать вам самые такие которые мы считаем ну на рынке перспективные не касаемся всего объема потому что там вы понимаете очень большой у нас ассортимент значит ну первое слово мне поручили значит я быстренько пройдусь по некоторым гибридам наших томатов по семенису значит ну видите что перечень у нас очень большой начиная от гибридов свежего рынка заканчивая гибридами для переработки черри ну самое разное направление то есть фермер для себя может выбрать и по сроку и по направлению любые гибриды значит ну я остановлюсь на гибридах для переработки ну рынок свежих томатов к сожалению под вопросом он живет но скажем так я скажу так еле-еле вот сейчас больше переходят на тепличное направление может быть и правильно вот но рынок свежих томатов пока постепенно у нас уменьшается а вот переработка я считаю что она есть она будет в какой степени это конечно зависит от переработчика и их организации значит по нашим гибридам все-таки я решил рапид упомянуть почему потому что многие фермеры кто не занимается допустим признали что в сегменте ранних томатов для проработки рапид один из лучших он во-первых по плотности прекрасен подходит для мехуборки по сухим веществам он показывает великолепные результаты вот укрываемость неплохая сроки то есть гибрид очень достойный и многие фермеры его даже делают в ранний оборот как для этого и даже переходят на поздний оборот для того чтобы выйти с ним на сентябрь октябрь то есть у него очень хорошая устойчивость видите плот где-то 80 грамм значит ну и теперь проблема с которой мы столкнулись по нашим гибридам по семеницу вы знаете наш гибрид перфекпил великолепнейший все показатели супер устойчивость все великолепно кроме одного сухие вещества на это нам пообращали внимание переработчики что содержание сухих желает лучшего поэтому фирма пошла дальше искала новые варианты по гибридам именно с повышенным содержанием сухих веществ вот уже второй год мы испытываем уже в этом году он у нас уже в реестре будем продавать да значит як 8810 он по таким названиям будет идти 8810 видите что очень красивый плод это группа ранних томатов опять-таки он получается чуть-чуть позже чем рапид это промежуточное положение но по размеру плода по укрываемости по транспортабельности гибрид действительно великолепен прекрасно подходит и для цельноплодного если надо хотя он крупнее вот и для мехуборки значит по сухим веществам в этом году вот я сейчас показываю вот видите да там просто фотография вот освещенность насколько он красивый пусть есть немножко другая видите плод опять-таки круглокубовитый довольно крупный 80-90 грамм средний вес плода транспортабельность все великолепно значит ну вот так вы видите на кусту видите что кисти он равномерен значит мы в этом году испытывали его на полях фермерское хозяйство юг Каховский район значит ну вот ну я думаю что видно значит вот это вот три года было 88-10 здесь был гибрид скажем конкурент ну опа не тут нажал значит вот здесь ближе видите да все-таки как резко отличается по урожайности значит мы когда приехали на поле значит при нас комбайн убирал урожайность вот этого гибрида они как раз убрали рядок посчитали получилось больше 100 тонн значит по сухим веществам опять-таки мы там на поле делали испытания они в лаборатории получилось где-то на уровне 4-8 4-9 до 5 процентов это из комбайна пошла пошли сухие вещества то есть сухие это очень высокие и именно сегмент раннего то есть для мехуборки прекрасно подходит для комбейера то есть по всем показателям он просто прекрасный значит далее ну получилось немножко я гибрид переставил значит паза тот который рассказывал я в принципе наверное оставляться не буду гибрид средний по срокам созревания это очень крупный транспортабельность хорошая подходит для свежеварки всякие для мехуборки для переработки высокие сухие увидят 10% но я не знаю это правда или нет я думаю что на уровне где-то 5-6 твоя презентация Виктор Николай Виктор Анатольевич будет отвечать на свои слова значит следующий гибрид 88-40 в принципе гибрид который позиционируется опять-таки как из группы средних поздних высокотранспортабельность подходит для мехуборки все показатели сухие вещества на высоте у него есть одна особенность очень хорошая устойчивость бронзовость да по-моему вирус значит он в Италии в других странах там есть проблема с этими вирусами вот этот гибрид отличается именно очень высокая устойчивость к этим вирусам у нас к счастью пока этой проблемы нет но нужно обращать внимание что этот гибрид обладатель устойчивости к этим штаммам вирусов то есть опять-таки мы его сейчас вводим в реестр он очень крупный Виктор Анатольевич показывает что чуть линии 200 грамм вот то есть опять-таки в линейке гибрида для объекта уборки для поля позднего срока он прекрасно подходит значит вот он видите на чьей-то ладони ну Велос который рассказывал Виктор Анатольевич в принципе ну я знаю что отзывы о нем великолепные это гибрид ранний я его что-то позиционирую как гибрид ранний-средний но меня убеждает он ранний видите что по форме по цвету по всем показателям гибрид просто великолепный он подойдет как для переработки вкус очень ну вкус действительно его просто великолепный уже многие обратили внимание поэтому пожалуйста значит он где-то больше 100 грамм получается средний вес плода то есть в принципе даже где-то 120-130-150 грамм то есть такая крупная хорошая сливка она мельче чемьяки наши то есть где-то промежуточные секреты а как насчет плеча устойчивость ну в принципе понимаете я не видел у меня одного томата что прямо отличался устойчивостью к плечу какой-то особой поэтому есть прекрасный препарат защищать вовремя я думаю проблемы не будет но это отлично хранится красивый чешуя золотистая то есть я много о нем рассказывать не буду значит наши новые луки которые мы показывали вам на дне поля это типрекас замбези он есть у нас здесь в коллекции значит отличается очень высокой устойчивости по всем показателям хорошее перо значит лук длинного дня 116-18 дней отличительная особенность великолепно хранится то есть именно вот эта фишка его прекрасное хранение то есть вот это надо прощать внимание крепкая чешуя отличное хранение значит ну и еще один лук 45-93 он у нас здесь есть в принципе уже набрал популярность довольно-таки неплохой хотя мы вам будем презентовать и другие луки такого типа так у меня все пожалуйста вопросы я слово передаю Василию Викторовичу следующий блок говорю видите не ошибюсь я буду как называют еще раз презентация как семи не с новинки сейчас 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 общая значит презентация посвящена моя Валерина и Виктора Николаевича прежде всего новинкам гибридов семени с которой мы сейчас на рынок представляем и мне выпала капуста на юге Украины очень популярен гибрид пандеон несмотря на это мы не стоим на месте ищем аналогичные гибриды которые бы по характеристикам были еще интереснее это нашли мы такой гибрид гибрид называется рапидеон одна и та же линия селекции но этот гибрид получен на основе цитопазматической мужской стерильности отличается тем что на несколько дней раньше на 2-3 дня раньше чем пандеон он очень очень выровнен он подходит как для выращивания в открытом грунте так и для выращивания в теплице мы его смотрели на протяжении ряда лет и вот на протяжении 4 сезонов мы анализировали как насколько быстро насколько рано он отдает урожай так вот на протяжении 4 этих лет было выявлено что первый сбор у него практически на 5% превышает чем гибриды ну сэменис это пандеон как аналог как контроль мы брали и по этой причине ну в принципе мы его вводим он очень имеет хорошую внутреннюю структуру он достаточно хорошо устойчив к растрескиванию но мы должны понимать что это гибрид с убиранием его можно убирать на стадии когда он формирует еще головочку порядка 780 грамм и таким образом мы продаем по супер цене если она есть в данный момент или же мы тянемя его до величины головки полутора килограмм и благодаря этому благодаря валу до этих размеров он нормально растет и получается хорошая товарность у него вот он набирной вот такая вот внутренняя структура и что отмечали еще наши клиенты это то что он имеет ну хорошие очень хорошие вкусовые качества следующим гибридом на который хотел бы обратить внимание из новинок которые есть на рынке Украины семенис это гибрид мензания если по ранним срокам созревания все понятно гибрид должен быть самым ранним то по средним срокам созревания капусты сталкиваются с различными стрессовыми ситуациями которые связаны с высокими температурами с жарой и так далее мы выбрали гибрид мензания который отличается именно суперустойчивостью к стрессам это одна из его хижек плюс тому каждый год он практически показывает очень высокий урожай формирует головку до 8 килограмм но при заучении до порядка 35 тысяч он может формировать 3-3,5 килограмма капуста которая отлично подходит для переработки имеет великолепное вкусовое качество и неплохую устойчивость к трипсу очень маленькая розеточка очень такое среднее я бы сказал среднекомпактное растение несмотря на большой размер головки очень хорошо закрывает листьями ту территорию в которой возле растения находится и благодаря этому сохраняется вода не лезет сорняк и так далее еще одним гибридом но чуть-чуть больше по срокам егитации это гибрид ларси следующая проблема с которой сталкиваются наши клиенты это прежде всего проблемы с трипсом связаны и мы ищем гибриды которые устойчивы к этой проблеме нашли в сегменте 90-дневных капуст через год будем продавать это гибрид 33 36 я о нем может быть на следующий год расскажу очень имеет высокую устойчивость к трипсу а в сегменте 120-дневных капуст ларси которая является в Польше из гибридов семени самым продаваемым гибридом в сегменте средне-поздних капуст период вегетации порядка 120-125 дней тоже очень высокая урожайность имеет как для размеров не очень крупную кочерыгу отличается тем что лист тонкий и лист очень длинный лист как показатель для длина листа как показатель для производства квашеной капусты которая в виде соломки скажем так квасится или же для производства голубцов что тоже интересно очень популярен среди гибридов семени с Российской Федерации ну вот такие вот кагаты в этом году в принципе производители получали именно на гибриде ларси еще одним если капуста была не настолько интересна как белокочаная в ценовом в плане цены в этом году то цветная капуста наоборот интересна и мы на следующий год ожидаем что будет всплеск по продажам цветной капусты у семени есть очень хорошая линейка гибридов цветной капусты это и гердос и фридом и фрунтина но мы рассматриваем еще один сегмент сегмент реализации цветной капусты это не только свежий рынок хотя форталеза подходит великолепно и для свежего рынка но и для переработки а именно для заморозки форталеза имеет период вегетации где-то порядка 80 дней но если мы в очень поздний струк ее высаживаем мы должны понимать что период вегетации чуть увеличится и при высоте 28-30 тысяч растений будут через этот промежуток времени сформированы растения растения имеют прямо стоячие листы что очень важно вот такой винт который в зрелом состоянии а здесь соцветие которое весит до полутора килограмм очень хорошую имеет укрывающую способность и опять же в Польше гибрид очень популярен популярен именно как для свежего рынка почему потому что имеет очень хорошую самопокрывающую способность и вот такой привлекательный внешний вид у него очень высокий процент выхода продукции одновременно это важно для цветных капуст потому что цветная капуста это не белокочанная капуста цветная капуста вызревает как правило волнами и уборка затягивается на неделю а то и две с одного и того же массива форталеза отличается очень стабильным этим показателем плюс хорошие стабильные такие соцветия которые отлично разламываются и для заморозки очень хорошо подходит почему потому что не остается центральной ну скажем так кочеве в части соцветия и визитной карточкой все таки семенис являются гибриды протенокарпического огурца тоже не стоим на месте всем известны такие гибриды как Маша Мириенга Мирабелл но в позапрошлом году мы ввели на рынок гибрид который называется 4097 еще раз про него хотел бы сказать следующее что этот гибрид хорошо получается как в первый так и во второй оборот гибрид имеет очень выровненную окраску нету вот этого желтого пятнышка которая в принципе не является позитивным качеством огурцов он очень транспортабельный он не образует пустотелости в середине гибрид очень урожайный и вот эта фотография это сделано у Юлия в теплице а эта фотография нам прислали наши коллеги из Казахстана там где видите зачищен полностью лист стеклянной теплицы на искусственном субстрате и получает вот такую урожай огурец хотел бы еще обратить внимание на очень перспективный на мой взгляд гибрид который называется 3506 это корнишон который тоже относится к гибридам нового поколения имеет очень хорошие внешние показатели окраску и так далее но отличается тем что он более генеративного плана у него меньше растения у него короче междуузли отлично тоже подходит как в первый так и во второй оборот у него количество зеленых операций которые тепличницы проводят с огурцами на нем значительно меньше и в принципе имея такую линейку 4097 3506 то можно быть стабильно получать огурец из теплицы и выдавать его на рынок новый гибрид который называется модерлин 2536 это гибрид мы на нем остановились не просто так и он неоднократный победитель тех слепых голосований которые мы проводили в Каховке в Мелитополе именно вы выбрали его но в данном случае наши с вашими вподобания вкусы совпали почему потому что кроме великолепного внешнего вида плотности вкуса он еще на 20% выше чем по урожайности выше чем те контроли которые ну и те гибриды о которых я говорил поэтому в принципе я считаю что очень-очень интересный гибрид и таким образом мы поддерживаем и новизну на рынке основная задача у нас сейчас стоит в том чтобы теперь эти гибриды друг другу не составляли конкуренцию но в связи с тем что мы должны искать и вы должны искать новые рынки реализации новое направление производства продукции и есть рынок огурца корнишона который используется для переработки мы вводим на рынок гибрид который называется манисия манисия интересно тем что отлично себя показывает в открытом громке гибрид который предназначен для именно для консервирования гибрид который имеет очень хорошую полевую устойчивость и что очень важно в этом году действительно это важно но не только в этом это то что цена на него значительно ниже чем цена на партенокерпические огурцы которые предназначены для выращивания в теплице поэтому это партенокерпический огурец который отлично подходит для переработки показывает отличные результаты в открытом грунте по внешним характеристикам практически ничем не отличается от партенокерпиков закрытого грунта спасибо спасибо я предоставляю слово Виктору Николаевичу я конечно извиняюсь что мы так немножко скажем в ускоренном темпе но хочется все таки вам побольше донести информации значит у нас сейчас осталась последняя презентация по компании Семинис и дальше мы перейдем к презентации по России я думаю перерыв делать не будем осталось буквально терпите полтора часа это я сразу говорю продолжая тему расширения ассортимента продукции хотел бы обратить ваше внимание на такую разновидность перца как тип капья многие его видели в супермаркетах кто-то уже выращивал но хотелось бы подчеркнуть преимущество такого перца значит такие виды перца они более пластичные более устойчивые к стрессам имеют мощную корневую систему что позволяет получать стабильный урожай с нового года в сетементе компании семенис будут доступны гибриды каптур и карпекс сертифа капья карпекс предназначен для открытого грунта масса плода где-то 140 граммов и гибрид каптур который предназначен как для открытого грунта так и для защищенного но поскольку расширение очень мощное требует подвязки в этом году предприятие выращивало вот видите гибриды такая система простая подвязки колья и тут старая капельная лента просто сжата для того чтобы растения не падали вот такой товарный вид и особенности вот этого гибрида каптур от всех которые присутствуют на рейке если средняя масса таких перцев составляет где-то 130-140 граммов до 150 то данный гибрид позволяет получать перцы весом до 180 граммов он очень крупный предприятие получило такого отверстия 50 тонн гитара он продан по 10 гривен за килограмм ну дальше вы можете считать сами превосходный внешний вид сетки смотрится просто супер ну это так и продается времени мало меня подгоняют вот видите полностью не готов по новинкам компания кора сит это цветные капусты масало и фиера масало это капуста 65-70 дней фиера это 80-85 дней хорошо давай давай я сейчас теперь по новинкам есть у компании еще в ассортименте новые морковки Валерий Анатольевич сейчас покажет мы расширяем ассортимент морковок типа шантане и добавляем два новых гибрида 31-18 и 73-81 они все имеют тип шантане красивый тупой кончик это 31-18 да значит она созревает примерно как абако но поскольку абако очень у нас востребована мы не всегда можем удовлетворить проф поэтому мы расширили линейку за счет 31-18 и многие из вас знали наверное у нас был такой классный любит морковки сам так и ум поздравить я хочу немножко добавить в условиях здесь в условиях морковки возможно она показала себя и как рань в условиях Днепропетровской области я поставлю во время перерыва видео она показала себя где-то как 110-дневная морковь поэтому если вам необходимо ранее морковь но при этом не тупомоса а именно тело она более длинная у нее большая урожайность и так далее как раннюю мытую отличный выбор потому что она очень младенна но если вы хотите тупоносовую морковь я бы все-таки рекомендовал ориентироваться на раннюю тупоносую абака а именно 31-18 чуть-чуть позже чем абака чтобы не попадались в оманы ну вот она в поле и вот у нас еще еще один момент мы вынуждены это подчеркнуть значит 31-18 прекрасно морковь но опять мы рекомендуем для выращивания в раннем обороте потому что оборот осенний есть вопросы вопросы именно по растрескиванию поэтому как россиян для получения ранней или там ради средней продукции да для получения поздней вы знаете это проблема на тяжелых заплывающих почвах на шестках это не выдержано а вот именно на тяжелых почвах ну и все знают морковку такую Санта-Крус у нас была значит она ушла гибрид старой мы ввели новую морковку 73-81 она с следующего года будет в регистрации вот она значит созревает 115-120 дней центральная западная Украина фермеры там где проводились испытания отлично получаются без полива то есть кто выращивает без полива она позволяет провести нормальный посев в апреле и получить товарную продукцию осенью которая не перезревает и не разрезкивается очень высокая товарность этой морковки она тоже находится в регистрации будет доступна после нового года морковка классная очень хорошо хранится не растрескивается высокий выход товарных козеплодов хранится лучше чем абаку я хочу это подчеркнуть абако классная морковка но по хранению 73-81 она лучше санта-крус классный чуть-чуть вопрос по качеству хранится лучше вот эта морковка пожалуйста коллеги я еще так не договорил 2 секунды буквально пока тема о морковке Витя показывал фотографии о проблемах морковки перетяжки не ищите изначально проблемы в перетяжках в гербиците как правило это самое последнее что бывает не в том то есть ваша скажем так микрофлора пенициллинные грибы там они делают это тоже то есть смотрите протравливайте подливайте сдавайте в лабораторию и кидайтесь сразу никогда у вас уже ложится вся ваша морковка и вы тогда определяете с чем надо туда помогать и протравливать а только на ранних этапах это как правило это не гербицит это грибы которые делают ну и погодные условия и тому всего то есть комплекс но гербицит в последнюю очередь ну и поскольку мы открываем представляем начинаем все прогода представлять ассортимент гибридов от компании КОРАСИЦ мы начинаем с розовоплотного томата называется он Малинка Стар селекционерами многих компаний в погоне за какая проблема у нас водных томатов они растрескиваются и селекционеры в погоне зашли до того что в результате этих растрескиваний томат получился не розовый а красный в данном случае мы нашли очень удачный гибрид Малинка Стар он имеет настоящий розовый цвет и при этом очень высокая устойчивость к растрескиванию плюс у него очень ранний срок созревания в сравнении с остальными розовоплотными томатами это позволяет первыми выйти на рынок плоды крупные типа биф 200-250 граммов высокая устойчивость к растрескиванию к перепадам температуры может выращиваться как в первом так и во втором обороте вот это его как бы более реальные фотографии классный томат по вкусу тоже очень хорош расширяя ассортимент по инде там будет вот такой томат 78 288 средне-ранний подходит для уборки как кистями так и отдельными плотами вы видите какая красивая кисть очень красивая звездочка ну если томат имеет вот такой рисуночек да он даже две недели сорванный в ящик он выглядит как свежесорванный как свежий томат и можно брать также отдельными плодами плюс очень высокая устойчивость к болезням в том числе к нематоде вот вот его фотографии реальные и томат такого же типа только с более ранним соком созревания это будет называться ориена 150 грамм тоже подходит для уборки как отдельными плодами так и кистями ну это как бы линейка в дальнейшем будет расширяться в этом году будут поставлены пока что эти три гибрида Виктор Николаевич не выдержал перескочил немножко но я думаю что это будет как скажем прелюдия ну сейчас я с большущим удовольствием хочу предоставить слово нашему гостю из Италии Маври Маври Циопаки это владелец генеральный директор компании Коразиц значит у него будет презентация по компании ну я думаю что он о себе сам расскажет сделать презентация тем более он в Украине уже был знает наши проблемы знает наши все вопросы поэтому пожалуйста прошу внимательно послушать спасибо спасибо большое что вы все здесь собрались это очень приятно вы здесь сегодня видеть вас с такой прекрасной организацией с таким вниманием с вашей стороны я я маурисио баки я собственник и генеральный директор компании Коразиц занимаюсь селекционной работой организацией всей работы и веду работу компании Корр я могу говорить без микрофона без микрофона без микрофона они preferны вы говорите ось вы говорите ось вы говорите вы вы слушать мне может быть кто-то понимает что к вам лизу окей Корресит был в 2006 и в этом году мы это год первых лет В этом вы видите, что компания Хора очень молодая компания, она была основана в 2006 году, и в этом году мы отмечали только десятилетия компании. Но я в charge of this job for 34 years, потому что я работал 7 лет в северной продукции, и 17 лет в другом компании, где я был шер-менеджером итальянского северного северного севера. У меня есть 4-летний опыт работы в этом бизнесе. 7 лет я проработал в отделе производства семян, и еще 17 лет я проработал, будучи президентом, возглавлял другую итальянскую семеноводческую компанию. Это нашу менеджмент, где я в charge с моей женой. Мы владеем компании, но мы также нашу менеджментную команду для администрации и финансов. Александр Бахи, мой сын, самый большой сын, он в директора в северном 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 севере. Здесь вы видите структуру компании Кора. Вы видите, что Маурицо Бахи является основателем компании вместе с его женой. Также в компании работают двое его сыновей. Кроме того, работает Анжело Кручити, который очень много лет проработал в компании. Монсанто дает все министры. Он коммерческий директор по рынку Италии. И Рик Набер, который присутствует здесь, коммерческий директор по экспортному рынку. Тоже имеет очень большой опыт работы в семенном бизнесе. Это молодая компания, но в компании есть много людей с опытом. Это молодая компания, но в нашей компании очень много людей с очень большим опытом работают в этом бизнесе. Здесь вы видите структуру, сколько людей работают в Италии, для продажи. Мы имеем более-менее 15 людей, от всей этой работе. Здесь структура работы коммерческой команды. около 15 человек работает по продажам в Италии. Это картинка, которая показывает их систему дистрибьюции в Европе. И наша сильная работа в центре Европы, в центре Европы, где, например, в Ангаре, в Сербии, мы в этом году первая компания в ОНИН-МАР. Мы очень важны в российском рынке, потому что мы продаем в России более 10 тонн семян лука ежегодно. В последние три года мы очень хорошо растем в продажах и от 18 до 20% ежегодно. Вы видите, что в нашей структуре продаж 60% семян на продажу в Италии, 40% на экспорт. Но мы надеемся и будем стремиться к тому, чтобы экспортные позиции у нас росли. Один из наших исторических и микрофтов – это онионы, где я был в последнее время в charge of our breeders. Мы экспортим наши онионы в всей Европе, в Китае, в Украине, в Украине и в Африке. Нашей культурой номер один являются луки. Мы продаем луки во всей Европе, также в Китае и уже начали продавать в Америке. И в нашей селекционной программе, в работе, мы стараемся фокусироваться на некоторых специфических вещах, которые отличаются несколько от предыдущих систем работы по лукам. Мы работаем в моно-центре, чтобы у нас был один центр. Мы работаем над тем, чтобы лук был одноцентровый. Я думаю, вы знаете, что когда режешь луковицу, там один центр должен быть обязательно. Очень плотный лук, который подходил бы идеально к механизированной уборке. Это очень хорошая защита для очень плотной кожи и многих кожей для губ. Чтобы чешуя была очень плотной, чтобы чешуя была не единственная, а чтобы там было две, три, лучше четыре. Чешуя покрывала, чтобы лук был максимально пригоден для механизированной уборки и хранения. Это почему, например, Еленка, это очень большой успех в всей Европе. И сегодня он один из самых крупных продуктов в всей Европе. Еленка, это гибрид номер один, который очень популярен сейчас в Европе. Сейчас он в Европе начинает занимать первые места. Потому что он очень красный, он очень плотный, очень плотный, защищает кожу, защищает очень хорошо, он может быть использована механизированной уборкой, хранителем и пакетом без проблем. Почему он так популярен? Потому что у него очень хорошая чешуя, он очень плотный, очень хорошо хранится и очень привлекательный цвет. Я хочу вам заметить, что тут в коллекции он есть, но на самом деле, то, что я видел в натуре, он значительно крупнее и более впечатляет. Это просто с нашей коллекцией, может быть, у нас не до конца получилось. Это Эленка, Эленка, это не белый ориен, это броний ориен. Наши ориенки, в целом, не белые, но бронные. Они очень сильно отличаются. И белые, они очень глубокие, и белые, они очень глубокие, и белые. Это почему у нас наше ориенки может отличаться на рынке. Я начну с конца и скажу, как наши луки отличаются на рынке, потому что наши луки, которые мы называем желтого цвета, они на самом деле бронзовые, но они реально очень бронзовые. Если мы говорим о красных луках, то они реально красные, очень теплые. Вы это можете увидеть в коллекции, там, Пуфиани. Если мы говорим о белых луках, то они у нас действительно белые. Это почему, например, Теско, в Украине, в Украине, в Украине, они хотят для луков, потому что они могут определить эту варенку в экспозиции на супермаркете, и сохранить очень хорошую качество и хорошую поверхность. Но в России, например, Маннид, который производит Еленко, потому что она очень нравится для строительства, цвета и широкая жизнь. Еленко, если вы знаете, в Венгрии есть такая сеть супермаркетов Теско, они продают сегодня только Еленко, потому что она очень хорошо выделяется на полках, она привлекает внимание покупателей, очень хорошо хранится, в том числе в России есть такая сеть Магнит, а в них есть свои собственные производственные подразделения, и для своей сети они выращивают именно Еленко. Также, что важно на вашей стороне, это также, что планы очень сильные и менее способны для болезни, стресса, как Миню, менее способны против травм, но также физиологическое стресс, или слишком много, или слишком много, и так далее. Вы можете видеть, на правой стороне Еленко, и на правой стороне еще один компетент. на этой картине вы можете увидеть, с правой стороны Еленко, с левой стороны конкурент. Чем выделяются наши луки? Они отличаются очень сильной корневой системой, которая позволяет иметь очень мощное растение, и благодаря этому растение лука становится более устойчивым к переноспорозу и более устойчивым к стрессам. То есть похолодание или какие-то другие колебания температуры в любую сторону переносит легче. Мы работаем очень сильно, чтобы иметь гриб, с очень сильным ручным системами, и очень сильный лифт, которые могут поддерживать очень хорошо, особенно в вашей ситуации, где у вас иногда очень высокая температура, но если у вас внизу, или у вас слишком много растения, или меньше растения. Генетически работают очень хорошо в вашей ситуации. Вот эта генетическая особенность лука в компании Кора заключается именно в том, что я уже только что сказал, что мощная корневая система, мощный листовой аппарат позволяют легко переносить колебания температур, то ли повышение, то ли поднижение, а также если идут сильные дожди, и наоборот, и наше растение. Окей, just to explain our activity, because we back after the description of the presentation of the varieties, we are also very important breeding in watermelons. В принципе, дальше я хочу рассказать не только о луках, а о других особенностях развития нашей компании, что мы считаем приоритетом для себя. Вот сейчас мы переходим к арбузу. Just for your refer, our watermelon breeder and processing tomato breeder was for 25 years the Nunez leader, who breeder Krispy, Dumara, Solerosso. Our breeder now. Now we have a selectioner, who works in the company Coral. Before this, he worked in the company Nunez, which you all know. And he was the originator Krispy, Dumara, and Solerosso. This is why our breathing problem is quite important and over many, many segments. For the mini watermelon, what is in Italy interesting trend, well, in Italy actually 30% of the market. And in Italy we have more than 50% of the share market, of the total market. So we have the traditional breeding for round, of blonde, semi-over, early, medium, late variety, to cover all the segment. For example, this one is very new, hybrid we introduced last year. It's a medium weight, 8-10 kg for the supermarkets, for the italian supermarkets. Very new. It's a very awesome, new hybrid, that they are now in the market. For the supermarkets, with weight of 8-10 kg. It's a very nice plant, very vigorous, and very strong root system. It can resist very well to the very warm temperature and the temperature, и закрывают фрукзу против снега. Когда у нас хорошая фрукз, мы можем получить очень регулярную фрукзу, очень хорошую защищу. Наш брызгин будет концентрирована в белой флешке. Вы можете видеть, что эта фрукзина ромина. И название этой фрукзины это ромина. Здесь вы можете видеть фрукзу. Томаты тоже являются очень важной культурой для нас. Клоросит имеют три брызгин-станции. Одна в Чижене, где есть наши основные фрукзины. Одна в центре Италии, в Латине. Одна в Сицилии, для брызгин-станции и в центре Италии. Одна в Сицилии, где они занимаются производством индетерминантных для пластиковых фрукз. в Сицилии, в центре Медитаранского моря. И мы можем работать 12 месяцев за год в многих типологиях. Из ромина, пламя, милипламя, черри, в целом, в каждом типологии. Это один из фотографий, я взял два года назад в Сицилии. В Сицилии мы имеем 8000 гектаров пленочных теплиц под индетерминантными томатами. Здесь вы можете видеть кто-то, 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 кто-то. Малинка-стар, это очень важно. Это мы повторяемся еще раз, то, что ребята уже показывали эти сорта, вы уже видели сегодня. Мы имеем очень хорошую типологию, и это очень важный сегмент для итальянского рынка. Это пламя, минипламя и черри. сливка из сливков. И пламя и овал. Это очень важно для Италии. сливовидные томаты и овальные формы томаты очень важны для Италии. сегменты и овалившие сегменты и овелик и овелик и овелик и овелик сегментами. Ваши условия томаты для переработки являются очень важными, в принципе, по крайней мере, пыль. И у коры есть очень хороший материал, очень хорошие сорта для переработки. сегментами с 8000 гектаров Начиная от черри томатов, таких как очиков, у которых 8% сухих веществ. Мы очень много продаем очиков в Италии, а также продаем его в России для цельноклодного консервирования. Еще одна важная вещь – это пламп, используя для механических оборудований, а также для процесса, как чико, чтобы поставить в глаз и в воду. Но мы также имеем традиционные томаты, как Леоне Росо, очень хорошо для переработки Леоне Росо, очень важный томат для переработки Леоне Росо, который содержит высокое количество сухих веществ, очень высокое содержание лекопена, цвет и урожайность. И также элегантная типология, как этот, это Роццо, это полный флеш. Вот этот удлиненная форма томата, он имеет только мякоть, короче говоря, сока с этого томата даже не выжнешь. Но здесь есть слайд, чтобы показать вам, что наши активности, если вы можете идти на наш веб-сайт и увидеть все различные описания. Это мы показываем просто вам этот ассортимент, быстренько показываем сорта, для того, чтобы вы при желании могли зайти на наш веб-сайт и посмотреть это все, уже разобраться. Так же мы занимаемся селекцией перцев, они для нас являются тоже очень важным рынком. И здесь мы предоставили, в картинке мы видели все типы перцев, которые продаются в Италии. От мини до... Вот это представьте. Это ялубно-будемко. Это ялубно-будемко. Это желтая ламоя, так они называются. Это наиболее популярный такой тип перцев в Италии. А это красная ламоя. Ну, это так же обычный кубовидный томат по перец. Рамона, например, это лидер в Сербии. Это производитель и технический специалист на рынке Сербии. Ну, так же мы работаем над коническим типом капи. И каждый год мы разрабатываем много новых гибридов для различных рынков. Мы очень юная компания, конечно. Но в нашей компании работают специалисты с огромным опытом. И это является причиной, почему мы растем так быстро. Это наша фотография с последнего дня поля, который мы проводили летом. Спасибо большое за внимание. Я еще раз добавлю, что это молодая и опытная команда, она еще очень амбициозная и обещали, что будет расти еще быстрее. Ну, я думаю, мы все-таки хотим пригласить Паурица к нам летом, когда мы будем проводить у нас традиционные дни поля и сможем показать уже эти гибриды, как они у нас располагаются на поле, как они себя чувствуют. Правда? Так что... Большущее спасибо. Будут вопросы, можно еще с Паурицей пообщаться, подойти, но если кто на английском, пожалуйста, нет через переводчиков. Значит, теперь мы посоветовались немножко, решили чуть-чуть, все-таки мы, я понимаю, уже устали, очень много информации, поэтому мы немножко сжимаемся. То есть, что мы предлагаем? Мы хотели, чтобы вы встали и подошли к коллекции, но решили этого не делать. Значит, сейчас просто будем делать демонстрацию по гибридам коры, как раз с краткой аннотацией, и на экране будут, опять-таки, дублироваться эти гибриды. Значит, поэтому я предоставляю слово сейчас Виктору Васину, делаем презентацию по лукам компании Корасима. Значит, не первый год на рынке лука, и, ну, на мой взгляд, самой главной характеристикой при выращивании лука является его себестоимость. Снижение себестоимости, возможно, благодаря ряду путей. Это высокая урожайность, да, но это приводность, прежде всего, к механизированной уборке. И мы искали такие луки, и одним из открытий этого года это было, да, действительно то, что мы начали сотрудничать с компанией Корасицы, и мы нашли луки, которые отлично подходят по этим двум характеристикам. Они и урожайны, и подходят для мехуборки. Значит, размещение, это испытание, которое нам давали, мы размещали в пяти областях. Нам было интересно, как они себя поведут в разных регионах. Это Днепропетровская область и юг Украины на разных почвоклиматических условиях. Нам было выдано 11 гибридов, из них один красный, супер лук просто. Два белых и восемь золотистых с различными сроками созревания. Давайте сделаем так. Будем сейчас, в принципе, есть среди нашего коллектива человек, который выращивал эти луки на протяжении очень большого промежутка времени. И хотел бы общие какие-то впечатления об этих луках, Люда вам сейчас расскажет. Просьба, немножко сюда внимание. Да, сюда, сюда, сюда. Я хочу акцентировать все-таки ваше внимание на вот таких вот, казалось бы, небольших, но это плюсы и значимые плюсы. Вот вы слышали, Малуизио говорил, отличные корни, корневая система. Это касается всей линейки коровских луков. Что такое отличная корневая система? Вы же прекрасно понимаете, когда один насос качается, это замечательно. Но когда 10 насосов качается, это еще лучше. Потому, естественно, урожайность, потому, естественно, устойчивость, потому, естественно, все из этого выходящего. По корневой системе, хотелось бы, ну, как бы этот сезон, тяжелый сезон был. Вы же, каждый из вас фактически выращивал лук и окунулся в это, ну, можно сказать, головностью, искупался. Смотрите, с весны погода была отвратительная, просто отвратительная. Холодно, холодно, сыро, 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 сыро. Потом вдруг солнце пригрело, солнце такое палящее, что мы не успеваем уже поливать. И при этом, у которых была слабая корневая система, они не успели сформировать корни в холодных погодных условиях, в этой холодной почве, мокрой почве. Они никак не могли их сформировать. Потом пришла жара, высохло все. Поливать не успеваем, потому что лук привык во влажных условиях, и ему хочется продолжать жить в таких же условиях. А тут вдруг раз такая перемена, глобальная перемена. Стресс. А луки, которые имеют вот такие вот мощные корни, хорошую корневую систему, выдержали. Потому что от пересыхания погибло ну два корешочка. А основная масса корней все-таки хорошая. Они смогли выкормить вот ту великотилку, которая поднялась на воде. А она успела подняться. Даже у слабых корней она успела подняться. Слабые корни не смогли выкормить. Просто не смогли выкормить. Потому что это очень важно, на самом деле очень важно, мощная корневая система. Это глобальная устойчивость против стрессов, которые у нас сплошь и рядом. Буквально сплошь и рядом. Каждый год у нас что-то есть такое вот непредвиденное, непредсказуемое. Потому что корневая система здесь отличная. Знаете, что эти луки переживут любой стресс. Хоть поколодание, хоть потепление, хоть влага, хоть суша. Они будут коммуникабельнее. Дальше акцентирую ваше внимание на вегетативку. Вегетативка тоже здесь мощная. Поскольку корневая система мощная, понятно дело, что она поддерживает эту вегетативную массу. Что такое мощная вегетативка? Это экономия семян. Потому что, если ты сильно густо посеешь, будет вот такая вот луковица. Посеешь миллион, к моменту уборки будет 900 тысяч. Прекрасная луковица сформируется, стандартная, отличная. Это, скажем так, у нас беда была общая. Беда трипс. Большая вегетативка, хорошая покровная. Хайвинг удавится. Я в том они дети, да? То и то выносит. Она удержит. Будет устойчивой к трипсу. Я не говорю, что не надо работать. Нет, конечно, работать надо. Будем работать. Будет, конечно, больший и лучший результат. Но просто большая вегетативка, она тоже делает свое дело. Если трипс съел всю вегетативку. Вот если ты занят, луковицы нет. Она потихоньку спускается, спускается и умерла стоя. Когда вегетативка мощная. Даже трипс там чуть-чуть покусал, но это уже не так страшно. Уже не так страшно. Теперь механизированная уборка. Вы знаете, такие люди, ну, с каждым годом все дороже и дороже, проблематичнее и проблематичнее. Потому механизированная уборка, мне кажется, это для нас очень, очень, очень актуально. Потому посмотрите на покровные часы. Их много. Они мощные. Их сложно отодрать. Поэтому практически все, даже включая ранние и цветные луки, эти луки пригодны на механизированную уборку. Значит, еще один пункт. Плюс механизированная уборка. Ну и вы видите товарное качество, да? Товарность лука. Насколько красивые они в окраске, покровных чешуй. Коричневые. Рынок сейчас не хочет почему-то брать такие вот светленькие, с одной чешуйкой. А хочет брать темные, красивые. Этот момент, вы тоже видите, он аж светится. Просто светится. Посмотрите на красный лук. Как новогодние шарики. Красивее. Да. Теперь по гибридам. Ну, еще не до гибридов. Алексей, он так красиво рассказывает, у женщины с эмоциями. Еще один очень важный момент, на который хотел бы обратить внимание, это то, что мощная корневая система, которая проникает в более глубокие шары грунта, она благоприятствует питанию, благоприятствует более полноценному питанию. Во-первых, что такое питание? Питание – это сформирование покрова. Покрова – это устойчивость к трипсу и покрова – это устойчивость к заболеваниям. Это тоже очень важно. На что акцентировал Маурисия, когда мы были в Италии? На то, что на эти луки меньше необходимо использовать удобрения. Это тоже важно в условиях нашей экономики и для снижения себестоимости. Линейка луков компании «Корсит» была достаточно широкая. Начиная от ранних, вы можете посмотреть здесь. И здесь в коллекции присутствует гибрид, который называется 2386. Его название – «Дарека», второе название. Гибрид при прямом посеве, вы можете посмотреть, формирует вот такую луковицу на 25.07. И четко видно, что в коллекции он полег один из самых первых. Значит, я думаю, что этот лук относится к гибридам среднего дня, поэтому он имеет ранние сроки созревания. Тоже, думаю, он должен подойти для выращивания через рассаду. Но если вы хотите яровой лук ранний, гибрид очень хорош. Ну и, что очень важно, например, в ассортименте «Семиенс» у нас есть «Экзакто». Классный гибрид, тоже подходит для выращивания через рассаду. Но «Экзакто», к сожалению, прорастает достаточно рано. Вот здесь на стенде у нас люди показывают этот же гибрид, который, в принципе, долежал до этого времени и не пророс абсолютно. Значит, следующий гибрид, на который хотел бы обратить внимание – это гибрид «Ранка». Я не могу сказать, что это самый урожайный гибрид, но в «Семите ранних луков» и название его говорит об этом – в «Семите луков 95-100 дней» этот гибрид показал очень хорошие результаты в этом году. Значит, на 3.08 Днепропетровскую область это сформировало достаточно хорошую луковицу, хорошие покровные чешуи и покровные чешуи очень насыщенной окраски, что делает этот гибрид конкурентным в «Семите ранних луков». Что очень важно – это то, что семенной материал стоит, в принципе, адекватных денег в сегменте ранних луков. Следующий – вот же опять этот гибрид, и мы в коллекции можем видеть полёк первый – это 23.86, а рядышком с ним начинает полегать ранка – это запросская область под Мелитополем находится. – Обратите внимание, как он раскачивается. – Так, вот, смотри, вот это ранка. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть напомню. – По ранка, невзирая на то, что он ранний гибрид, смотрите, вот даже до этого времени чешуи он сохранил, но на самом деле, на самом деле, на момент уборки у него чешуйки гораздо темнее, гораздо темнее. Это один момент. И второй момент – это чем хорош, если, допустим, ценовая политика не сложилась, ну, вот как-то сложилось, что нет цветы, то, в принципе, можно протянуть его. Он не боится такого вот жёсткого нашего солнца и может продолжать качаться, может продолжать оставаться на поле. Единственное условие – нельзя ему делать сбои, с влагой и удобрением. Если уж ты решил его потянуть немножко, то, в принципе, можно это сделать, но регулярный полив и регулярные подкормки должны продолжаться. Урожайность, естественно, растет. Продолжая сегмент ранних или среднеранних луков, я хотел бы обратить на мою любовь в этом сегменте. Это гибрид, который называется «Муза», или «Муза», «Муза» точнее. Посмотрите на него, какая у него очень привлекательная внешняя краска. Он имеет очень плотную луковицу. Это гибрид, который созревает где-то порядка 100-1005 дней период созревания. И, ну, на фото видно, в Днепроведровской области видно вот он, полёха с правой стороны луки, который ещё вегетирует. Отличные товарные характеристики. Плюс к тому, это то, что я называл страховкой. В чём суть этого слова? Если вы хотите продавать его как ранний, супер внешняя характеристика, супер товарность и отличные сроки созревания. Плюс ещё он подходит для механизированной уборки. При правильной уборке, когда вы не сильно качаете сами растения, а добиваетесь того, чтобы чешуя на пуле была целая, а это надо сделать методом подрыва ещё тогда, когда только-только начало полегать перо. 25% пера полегло, и мы его подрываем. Он выдерживает прямо благодаря тому, что вегетативная масса большая, накрываются луковицы, он не печётся. Ну и супер просто внешние характеристики. Действительно, красно-бронзовая чешуя, и видно вот на фотографиях, ну отличный гибрид в сегменте ранних луков. Который, который, почему страховка, который будет лежать у вас до марта месяца. Следующий гибрид, это уже гибриды пошли именно те, которые предназначены для механизированной уборки. Мы благодаря им можем, первое, иметь супер классный товарный вид. Обратите внимание, все чешуи целые, не растресканные, очень насыщенная внешняя окраска. Очень плотные, вы подойдёте потом, попробуйте по плотности эти луки, мы их не заморозили. Они вот такие вот, на самом деле, очень-очень плотные. И это даёт возможность снизить себестоимость, плюс увеличить урожайность благодаря тому, что подходят они для механизированной уборки, очень хорошо качаются. Причём, я повторюсь, проверяли в различных условиях. Условия Днепроведровской области, Запорожской области, Херсон, Одесса. Отлично получилось. Следующая моя любовь, это любовь... Валера, она тоже. Мы можем подраться за него. Гибрид, который называется фундадор, или его некоторые называют фундатором. Почему он интересен? В этом году возникла проблема. Проблема, прежде всего, связанная с болезнями. Обратите внимание на вот этот рядок его. Это фундадор, который вегетирует. Имеет очень мощную ботву. Значит, период созревания порядка 115-120 дней. Это средний лук по срокам созревания. Очень мощная ботва. Очень хорошая устойчивость к заболеванию. Как потом показала, когда на момент сбора в Кахолке, когда мы проводили замеры исследования. Это гибрид, который меньше всего поразился гнилью Донса. Меньше всего, вы знаете, практически. Устроилась моя хорошая устойчивость, просто высочайшая. Именно по вопросу именно пузырёза. Его фишка в этом. Просто лопатность, удельный вес. Вот. И вот можете посмотреть. Несмотря в некоторых местах, где была у нас размещена коллекция, посев был изрежен. Он может благодаря изреженному посеву формировать очень крупные луковицы. Очень крупные. И если посмотреть поближе, я могу включить видео, но потом, когда будете смотреть здесь. Несмотря на изреженный посев, он формирует очень крупные луковицы. При этом чешуя остаётся целой, что очень важно. Устойчивость. Классная чешуя. Долговременность хранения. Великолепные внешние характеристики. Но сделали его моей любовью. Ну и механизированной уборкой. А потому можно немножечко сместиться по времени посева. И получается заложить на хранение какие-то красивые, отличные луковицы. Ещё один гибрид, который, к сожалению, здесь не представлен в коллекции. Но мы его испытывали в Черкасской области и в Днепропетровской области. Гибрид, который называется Халихер. Достаточно, ну, старый гибрид в плане компании Куросниц. Но очень стабильный. Имеет очень такую блестящую поверхность внешнюю. К тому же очень хорошие покрытые чешуи. Ну, в принципе, на что обращали ещё внимание фермеры в Черкасской области. На то, что он действительно был, ну, благодаря мощной кардиевой системе, имел прямо стоячий лист с хорошим плосковым налётом. Но я повторюсь. Хорошее питание – это хорошая защита самого растения физиологически. Ещё гибрид, о котором рассказывал нам Маурицио – это Еленка. По срокам созревания Еленка где-то порядка 120-125 дней. Лук относится к средне-поздним. Но он имеет очень высокую плотность. Он очень однородный. Он в таком состоянии имеет 3-4 покровных чешуи. То бишь, зачем мы это рассказываем? О том, что гибрид, при механизированной уборке, он будет иметь целую чешую. Целую чешую. И при этом, ну, внешние характеристики будут очень плотные. Если у вас есть чешую, он внутри, вы он говорит, вот видите, да? Попробуем, чешуя цветает. И от блестящего. Да, блестящего. Дайте попробовать башмакать человеку. Попробуйте, насколько плотный. Вот. Да нет, не получится. Значит, обращаю ваше внимание на то, что Еленка в сегменте средне-поздних луков для механизированной уборки является очень-очень классным гибридом. И гибрид еще один, который был у нас в коллекции, это ламика. Здесь в коллекции он имеет самый насыщенный цвет, но он имеет и самый большой период вегетации. Порядка 130 дней в период вегетации у него. Очень насыщенная окраска, пригодность для мехуборки. Большое количество листьев. Ну, если вы готовы выращивать лук, который 130-дневный, значит, в принципе, ему можно его выращивать тоже. Ну, и что поразило в коллекции луков компании Курасиц, это лук, который называется Фиама. Фиама имеет насыщенную окраску. Это просто супер. И если другие гибриды имеют насыщенную окраску именно самой луковицы, а покровные чешуи ты сдираешь, и внешний вид такой себе, то эти и покровные чешуи, которые очень плотно прилегают. Гибрид, который единственный, из которых я видел красных гибридов, который предназначен для механизированной уборки. Очень выровненный, что отмечали клиенты. Очень высокие у него вкусовые качества. Несмотря на то, что он не очень острый, в принципе, мы его заложили на хранение. Ну, посмотрим еще, как он себя в хранении покажет. Но по прописи он предназначен для долговременного хранения. Поэтому... У нас есть фермеры, которые выращивали. Лирика двух хранили. Поэтому я вам говорю, что хранится он прекрасно. И два белых гибрида, это Лирика и Опера. В принципе, приблизительно одинаковые гибриды по срокам созревания и по своим характеристикам. Нам больше понравился гибрид, который называется Опера. Опера с правой стороны. Имеет очень хорошую, действительно, белую окраску. Но, все-таки, Люда когда говорил о механизированной уборке, я бы не пробовал белые луки делать механизированную уборку. Да, их надо правильно убрать. Ни в коем случае не переборщиться с азотом, это раз. Ни в коем случае не передержать на поле на солнце, это два. Но, если вот эти требования будут соблюдены, этот лук Опера будет лежать очень-очень хорошо. И даже сейчас, в этот тяжелый год, при урожайности, которую они могут давать, очень высокая урожайность. Но хранение и после хранения цена, ну и в этом году, тоже на белые луки, ну, значительно выше, чем на золотистые. Чтобы получить настоящий белый цвет, не желтый, а именно белоснежный, рекомендуется белый лук подкапывать, когда 50% пера полегло, и его надо подкопать. Когда вы получите классную белую чешую, которая не будет лопаться, и она у вас действительно белоснежная. Таким образом, она и механизированную лук приспособит, потому что чешуя, она насколько плотно обливает луковицу, подкопанную уже луковицу, что она не засталкивается. Ну, конечно, лучше специальная механизация, мягкая механизация, сказать американцы, это понятно. Ростая механизация, я думаю, нет проблем. Ну, как бы так, но все равно возможно. Ну, у компании Курасиц есть еще лук на перо, который очень хорош, но это больше для тепличников. Ну, скажу следующее, что были мы в Италии, смотрели на луки, не только на томаты. Действительно, луки, которые впечатляют в разных условиях Украины. Мы смотрели, наблюдали за этими луками, и таким образом мы для себя приняли решение, что компания Курасиц имеет, ну, практически полную линейку, полный ряд луков, начиная от золотистых, цветных, ранних, средних, поздних, которые могут позволить, в принципе, на протяжении всего авиационного периода получать качественную продукцию и создать конвейер. У меня все. Ну, что, интересно было? Я хочу поблагодарить Маурицио за такой труд, который они провели по селекциям луков. Ну, я не знаю, Маурицио, может, два слова о вашей линейке луков как заключитель? Я думаю, это будет правильно. Окей. Очень большое спасибо и комплимент за этим ребятам. Они, оказывается, знают мои луки лучше, чем я. Как вы можете видеть, наша компания – это молодое проект, но это проект, в котором мы работаем, мы верим в этот проект, чтобы улучшить свою собственную компанию везде. Мы работаем очень серьезно и очень амбициозно в этом плане. Очень благодарны тому, что у нас есть такие коллеги, которые работают с нами, и на очень профессиональном уровне. И когда я начинал с зерно, 10 лет назад, я не могу себе представить, что мы будем занимать такие позиции, как мы имеем сегодня. Может быть, Сербия и Венгрия не являются самыми большими странами, но быть впереди в Бею, по Лугам – это очень большое достижение, мы считаем. Это поэтому наша варианта, наша гибрид, очень отличная, очень оригинальная, чем основная варианта на рынке. Потому что мы начали с итальянским гиппунем, для выбора, 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 ибридирование, и так далее. Это то, что я еще раз хочу подчеркнуть, что мы просто производим не просто луки, это луки, которые отличаются от тех, которые создавались до этого. Мы работаем с генетическим материалом, ну, итальянским. То есть у нас немножко другие корни. И только одна рекомендация, чтобы иметь хороший урожай, хорошую культуру и хорошую урожай. Для первой варианта, как 2386, Муза и Фундадор, это очень важно, чтобы избежать от земли, когда 30-40% из деревьев падает, и избежать, когда деревьев падает. И так далее. Таким образом, мы можем улучшить гораздо больше качество этой кожи. Потому что этот материал из-за спецназа, и мы должны быть осторожными в таком случае. Я хочу подчеркнуть, что вот эти ранние сорта, которые 2386, Муза и Фундадор, они должны быть выкопаны из земли, когда полегло 30-40% пера. И когда перо еще зеленое, то есть оно должно высыхать уже на поле, ну, подкопанное. Тогда вы получите луковицу очень прекрасного качества, за которое вы рассчитываете. Это очень важно для того, чтобы иметь очень хорошую чешую, и для того, чтобы она потом хранилась, и чтобы вы могли сразу же его хорошо предоставить, предложить на рынок товар очень высокого качества. И последняя рекомендация, если у вас есть тирея или инфекционный фузариум, то мы рекомендаем Фундадор, потому что это одна из лучших вариантов, которые мы имеем. И очень сильный резистор фузариум и Пинкруль. Таким образом, это очень хорошая кожа. Мы рекомендаем тирея или Фундадор. Если у вас почвы уже, как говорится, подуставшие, то есть там много лет выращивался лук, или вы знаете, что они возражены фузариозом, я буду, конечно же, использовать Фундадор, потому что у него, у него единственная, наверное, есть такая очень сильная устойчивость к пузариозу и розовой гнили. ЭЛЕК, нет дискуссий, это лидер Европы, это основная варядка для многих стран. Вы можете вырастить легко, вы можете вырастить много месяцев, и мы будем маркетироваться за всю сезон, всю неделю, до снятия. Ну, по Еленке вообще нет никаких вопросов, потому что продается по всем странам, где мы работаем, она очень, ну, как сказать, рыночная, то есть везде очень хорошо идет, и у вас никогда не будет с ней вопросов по хранению, по ее качеству. Какие-то вопросы еще? Спасибо за внимание. Что, спасибо большое, так? Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.